А вы знаете, кто такой Александр Пушной? Здрасте. А после смерти ему что-то поставили, какой-нибудь памятник? В принципе, говорю ей фразу, контролируемая шизофрения. Слушай мои каверы, сука. Я тюмели летние, что-то пел там. Дозди. Саша, что, правда, так настолько неинтересно тебе? Я никогда себя таким мудаком не чувствовал, если честно. Когда закрыли Галилео. Коллектив распадался долго и мучительно. За благо вида на канал? Ну, конечно. Вовке просто ему это не нужно было. Он хочет вести программу на телевидении. Какую? Популярную. Вам надо какую-то нейросеть, да? Жопу надо просто вырастить и снимать ее. Самый популярный человек в инстаграме кто? А, подожди. Человек жопа. Жопа у нее кормилица. Объяснить это никто, а, не может, а, никто не может это повторить. Друзья, в этой программе будет очень много непонятных мне слов. Технических, да. Да, технических каких-то там определений, которых я, например, не понимаю, будем переводить где-то внизу. Но Саша будет стараться говорить с доступным людям языком, я надеюсь, да? Нет, не надейтесь. Я буду говорить сложно, если захотите что-то узнать поподробнее, идите в интернет, сейчас все есть. У вас вообще открытая база информационная. У каждого человека в кармане лежит, в виде телефона, и все равно все пишут в комментариях. А это что? Чувак, ты мне написал гораздо больше слов, чем ты бы написал в вопроснике, в поисковике, и у тебя был бы уже ответ. Да. Так, Саш, скажи, почему мы вообще выбрали Таганку, и почему мы здесь встречаемся? Потому что с Таганки началась моя жизнь в Москве. Сейчас мы подойдем к месту, где у нас был офис. Подожди, у вас у кого? О, я приехал сюда в программу БИС. Тонкая программа на ТВ-6. Это был такой осколок от ОСП-студии. Любят взрослые и дети три веселых буквы МТО. С, 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 С. Где ребята, соответственно, Бася Антонов и Саш Толоконников организовали как бы, ну, сайт-проект, скажем, от ОСП-студии. И ОСП-студия раньше тоже в этом офисе сидела. Да, просто потом они уехали в другое место. Конечно, здесь не так все было, этих зданий просто не было. Может быть, мы с вами увидим остатки того здания, в котором я сидел, но, скорее всего, его уже снесли. Вот наше здание, его вообще никто не снес. Смотри-ка, его, наверное, реконстрируют сегодня. Ого. Ну, оно поменяло назначение. Вообще, здесь не было никакого вот этого забора. Здесь был просто какой-то полисадничек странный очень. И вот этот вот, видите, здание, оно сейчас такого вот, вот прям угол, да, вот это новое здание, его не было. А вот то, что мы видим перед нами, это старое здание, которое полностью отремонтировали и достроили ему еще один этаж. И вот этот достроенный этаж, если убрать, вот на предпоследнем вот этом этаже, вот эти два окна, которые сейчас непонятно с чем, вот там вот я сидел. А, снимайте. Вот там вот я сидел, вот в том окне. Класс. Я сидел, смотрел вот сюда, здесь был ларек, здесь был другой ресторан, ларек, продавали хамовническое пиво. И сейчас мы пойдем покажем место, где была уникальная пицца. Вот здесь был магазин, где мы покупали страшную вещь. Я даже рассказывал как-то Ире Шихман в программе «Понаехали». Я рассказывал про этот удивительный продукт, это называлось печеночные, сука, палочки. Такие были вообще? Они до сих пор, наверное, есть, но их, это, они давно должны быть запрещены как химическое оружие, но они до сих пор существуют. Печеночные палочки. Вот здесь, смотрите что, здесь, конечно, уже ничего нет. Вот здесь был ларек, вот здесь за этим углом, вот тут вот, был ларек. Там сидела бабка, хорошая такая, красивая бабулька, значит, и она готовила пиццу. Пицца была уникальна тем, что там было, смотри, вот, все, что бабушка обычно клала внучеку в конверт с собой, ну, или в пакет, она на этой пицце реализовывала. То есть там было, например, яйцо вареное сверху на пицце, курица лежала сверху на пицце. Ну, кусочек курицы, кусок яйца, там были какие-то помидоры, лук, зелень, все это запекалось, сверху сыром заливалось. Это было такое, знаешь, прям, это было пицца, ну... Ну, вкусно? Очень. Но это никакого отношения к сегодняшним вот этим четыре сыра, там, квадро фарманджи. Это была такая настоящая пицца по-русски, которая, вот все, что бабушка сегодня нафантазировала, она могла туда вложить. У нее не было никаких стандартов, ты мог прийти на следующий день, и там была другая пицца. Там кусок говядины лежал, значит, жареное яйцо, то есть оно как бы пожаренное, сверху плюхнутое туда. Потом там могли быть соленые огурцы, тут же с огурцами настоящими, там, может, какой-то баклажан. Вот все, что ей в голову приходило, она творила. Судя по тому, как ты об этом рассказываешь, она произвела, да, и вкусные впечатления. Я просил все это полить, она еще поливала острым соусом, брал еще две бутылки хамонического пива, это был наш обед. Хамоническое пиво, вот эта пицца. Столько денег? Ой. Когда у тебя 150 долларов, это было мало. Вот, когда совсем деньги заканчивались, где-то примерно две недели, три недели, месяц подходил, деньги заканчивались, мы переходили на эти сраные палочки печеночные. Вот. Я не помню, сколько они стоили, но дешевле был просто только мусор. Печеночные палочки, причем, ты понимаешь, да, ты приходишь, мы их что-то жарим. Я же не знала, что их существование. Мы можем сзади посмотреть. Мы жарили это говно, и как-то, чтобы можно было есть, поливали кетчупом. Пойдемте посмотрим. Как мы выжили, я не знаю, может, они же продаются, но это был такой нормальный магазин. А вот в этой вот стекляшке в первый раз в жизни, вот в этой стекляшке я в первый раз в Москве пообедал. Мне мама дала 300 рублей на первый год, и я здесь на 250 сразу же поел. То есть всего 300 рублей на первый год, и из них на 250 и поел. 50 я сразу поел и понял, что оставшиеся 50 нужно еще годик как-то продержать. Какая-то валютная была стекляшка. В товарах будущего вряд ли у нас печеночные палочки. Более того, здесь в принципе все закрыто. Здесь, собственно, а, да, все закрыто. Печеночных палочек нам не видать сегодня. Печеночные палочки нам не видать. Видимо, они закончились, но, скорее всего, что они улетели на свою планету обратно, потому что они не сетрыли планеты. Итак, мы здесь прожили довольно долго, и потом, соответственно, когда уже эта программа закрылась, я поехал играть в КВН. Доигрывать, так скажем, просто кататься по стране. Но вот это место осталось тем местом, где моя Москва начала. Друзья, перед тем, как продолжить смотреть этот выпуск, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик. Тогда вы будете первыми узнавать о выходе нового ролика. А еще ваши подписки помогут нам чаще залетать в тренды. И обязательно оставляйте комментарии. А иначе как мы узнаем, где нам прокачаться? Ну и не забывайте писать, кого из гостей вы хотели бы видеть в наших новых выпусках. А теперь вернемся к человеку, который определенно уже вписал свое имя в историю. Благодаря проекту «Галилео» мы все сейчас знаем и любим Александра Пушнова. И прямо сейчас он расскажет правду о том, почему закрыли этот проект и запустили уже без него. А также мы узнаем, почему ему не нравится то, что делает самый известный блогер русскоязычного ютюба «Лада4». И как дядя Саша зарабатывает на поле Маккартни. Я когда решила тебе написать в инстаграм, в директ, я, честно говоря, не думала, что ты так быстро, во-первых, ответишь. Во-вторых, в целом, когда я тебя спросила о том, можно ли сделать интервью, ты согласился, сказала не сейчас, а чуть попозже, потому что я уже кому-то обещал. Но, когда я спросила, а с кем дальше вести диалог и переговоры, ты сказала, со мной. Я так этому удивилась, потому что обычно у всех артистов, звезд, ведущих, публичных людей, у них у всех есть целая свита, кто с ними работает, кто им помогает, директора, менеджеры, кто угодно. У тебя есть такие люди? В данном случае нет. Конечно, у меня есть директор, который отвечает за мои корпоративные истории. Там, где на это, что называется, есть бюджет. А здесь зачем? Ну, в целом, подождите, есть какой-то пиарщик, у тебя менеджер, ассистент, помощник? Ну, я же не такой богатый, как те артисты, с которыми ты общаешься. И, наверное, мне это не нужно. Так было всегда или только вот... Ну, так было всегда, я к этому пока не пришел, а я не понимаю смысла в этом никакого. То есть, если я ничего не делаю интересного, что мне может сделать пиарщик? Он может о моем неинтересном так рассказать интересно, что я станет интересным? Нет. Ну, подожди, а почему ты считаешь, что ты ничего не делаешь интересным? Вот. Если я что-то делаю интересное, отвечайте на этот вопрос, тогда оно и само по себе найдет все, что нужно. Оно себе найдет зрителя, оно найдет себе реализацию, и пиарщик тоже не нужен. Слушай, я знаю, что ты много раз отвечал на этот вопрос, но, тем не менее, будут те, кто не слышал этот ответ, поэтому я вот все-таки спрошу. Когда закрыли Галилео? Привет! В эфире, Галилео! Говорили, что его закрыли из-за низких рейтингов. Это так или нет? У Галилео никогда не было высоких рейтингов. И, более того, программы, которые выходят в формате научно-популярном, никогда не дают высоких рейтингов, даже если они хорошие. Подожди, но она была знаковая все-таки для канала. Но она не была рейтинговая. Но знаковая была все-таки. Ну, слушай, например... Она знаковая скорее стала. Подожди, ты вот любишь приводить пример Вани Урганта, да, и Вечерний Урганта, но все знают, что у Вечернего Урганта нет огромных цифр, да? То есть, особенно если сравнивать его с этими шоу, где кричат, ну, все остальные, то они цифры достаточно низкие, да? Ну, наверное, слушай, это, наверное, программа, которую очень любит лично Константин Львович. Так, я про что и говорю. Это знаковая программа для канала. У нас не было такого Константина Львовича, который бы любил программу Галилео. Она, скажем так, просто болталась, ее никто не замечал. У нас, как в том анекдоте, сначала на заводе меня заметили, уволили, у нас то же самое. У нас заметили, сказали, а что-то вы ничего не меняете, давайте сделаем круче. И в итоге ту закрыли, сделали круче, оказалось хуже, и все, и больше не вспомнили. И никто, у нас не было момента, что программу закрыли такого-то числа. Просто ее как бы приостановили и больше не запускали, вот и все. А потом, когда запустили заново... Вы же ждали, правильно, а вы же ждали, когда ее... Вот, сидели люди без зарплаты и что-то ждали. Но я-то как бы уже, я пессимист, я не особенно в это верил, а наш коллектив распадался долго и мучительно. У тебя была какая-то депрессия? Вообще никакой не было депрессии. То есть ты не почувствовал этого момента, или как? Еще раз тебе говорю, я не снимался в этой программе, как программа, после которой мне будут узнавать. Мы делали просто хорошую программу, которую смотрели в среднем... Подожди. Вот у нас был рейтинг, я помню, ну, 5-6-7, при том, что просили, чтобы был 15, а у нас выходило на канале иногда «Не родись красиво» и с рейтингом 40. Вот 40 и 7. Ты можешь себе представить разницу? То есть никогда мы, ну, при всем желании мы не могли набрать рейтинг 40. А такой рейтинг был у сериала «Не родись красиво». И, наверное, на момент, когда нас приостановили, мы немножко первый раз выдохнули, но мы надеялись, что нас хотя бы, ну, как бы вспомнят и что-то нам как-то хотя бы дадут знать, что будет дальше, но так как ни да, ни нет в течение года продлевалось, то нам отрубали хвост по чуть-чуть. В итоге все люди ушли из программы не потому, что они, ну, то есть, как бы, вот я устал, я ухожу, захлопнули дверь. Ну, просто ничего не происходило в течение полутора лет, и все, и процесс закрылся. А у тебя была обида на канал? Ну, конечно, ну, конечно. Ну, это была обида за неопределенность. То есть нам бы сразу сказали, ребят, все, вы сняли тысячу выпусков, этой программы вам хватит на последние еще 50 лет, вас и так все будут смотреть, в принципе, или, например, вы уже все, что будете делать, это будет так или иначе повторение одной из выпусков, да? Давайте так, вот вы сняли, проект закончен, спасибо. Было прекрасных 6 лет, и там 400 опытов, тысячу выпусков, и миллионы, значит, сюжетов. Спасибо. Все сказали, блин, ну, жалко, ну, ладно, понятно. Ну, просто это не было сказано. Подожди, ну, а вы не звонили руководству? Звонили, спрашивали. А что руководству говорило? Да, сейчас мы, сейчас, подождите, сейчас, подождите, мы сейчас, сейчас, подождите. Это же телевидение, там такое ощущение, что ты человеком расстался, он тебе через 7 лет позвонил, привет, ну, как дела? То есть, как будто вы вчера разговаривали. Это нормально. Это такое телевизионное, как бы, как это, у физиков, релятивистское отклонение, да, у времени. Вот у них есть такое телевизионное релятивистское отклонение. То есть, как будто ничего не прошло, как будто 7 лет ты сидел такой и ждал просто. Когда тебе позвонят. Позвонили, слава богу. Или не позвонили, и еще 7 лет подожди. Ну ничего же не произойдет за 7 лет. Человек как питается, чем-то непонятно живет на что-то. Я хотела как раз расспросить у тебя про структуру, которая была. Мне интересно, ты был там как просто наемный сотрудник, как просто говорящая голова условно, или ты все-таки имел какой-то процент от рекламы, как нет? То есть ты был просто как наемный сотрудник, как ведущий этой программы. Я рассказывал, могу повторить быстро, как это все случилось. Значит, я вел программу «Хорошие шутки» и разворачивал песни там стоял. Этот конкурс я притащил туда, всем он понравился. Песня звучит в обратную сторону вот таким образом. Меня заметил, как я понимаю, Александр Викторович Левин, который, значит, решил эту программу сделать в России. Она была германская, они решили сделать в России. По сути, это тот же самый журнал «Хочу все знать», но с некими особенностями. И меня позвал, по-моему, на встречу Саша Цекало вместе к Александру Лоднянскому. Я приехал туда, они говорят, у нас предложение программы тебе вести. Музыка, наверное, музыка, хэви металл. Вот про технологии. Я говорю, ну, понятно, что техническое образование, скорее всего, получится. Может, попробуешь? Я говорю, давайте я попробую. Я уже приехал к Левину. Левин говорит, мы уже с Александром Лоднянским обсудили твою зарплату. Я говорю, ну, неплохо. Вот, и, значит, все, давайте попробуем. Вот у нас такая программа, она про все. Надо будет сниматься там, по сути, подводки, отводки и все. Хорошо, давайте сделаем. Записали, получилось, получилось. Ну, понятно, программ 5 сняли, наверное, на этом все. Да нет, будем дальше снимать. Ну, давайте. Потом появились опыты. Потом уже как-то понятно стало, что меня стали иногда в сюжеты затягивать. То есть, брать уже как человека, который внутри сюжетов снимается. Мы стали дружиться с ребятами, которые это все делают. Уже стало понятно, что это действительно коллектив, который вопреки это делает. Потому что каждый день программа, по 4 сюжета в день. Ну, это... Я там вот стольечко... Я просто как обложка этой программы был, естественно, на себя собирал всю радость программы, все обожание и весь хейт программы тоже поначалу собирал я. Конечно. Поэтому... Ну, зарплата у тебя была хорошая? Ты знаешь, на тот момент это была та зарплата, которая, в принципе, мне была не так уже и принципиально. То есть, у меня были хорошие шутки, была уже какая-то корпоративная история. И я относился к этому просто как к некому сайт-проекту. Ну, то есть, 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 хорошо и хорошо. Но у нас не было никогда в процессе выхода программы пика. То есть, мы не понимали, что мы делаем что-то значимое. Мы просто делали хорошую, как нам казалось, программу. И она была нам интересна всем. Мы снимались, мы делали опыты, мы сделали сюжеты, все хорошо. Ну, за какую-то зарплату за это получали. Ну, так, чтобы это было принципиально, нет. Я работал там не из-за денег, это точно. И более того, мне, по-моему, я даже никогда... А, нет, мне ее индексировали так слегка, просто потому, что, ну, уже время идет. И за шесть лет, по-моему, это было два раза, эта индексация. А ты даже не просил? Я не просил, я не знаю, сколько я получал за программу. То есть, мне там платили как-то там... Мы же снимаем то шесть, то восемь в месяц этих вот съемочных дней. А в съемочный день, например, если это опыты, то там четыре опыта за день, может быть, а может и пять. А если это подводки-отводки, то мы успевали за день снять и по двадцать подводок-отводок. Ну, ты как автор сам участвовал, да, соответственно, во всех этих... Ну, я был помощником, скажем так, в этих делах, потому что, конечно, у нас была основная авторская группа, которая работала. Если это были опыты, то это Леша Иванович, который все это, значит, собирал. А я это все потом просто опетросянивал, как мог. Ну, и плюс добавлял какие-то интересные вещи, потому что я в физике понимал. А в химии у нас была специально наша Наташа Морозова, профессор, которая нам объясняла, что происходит. Вот, потом, соответственно, если это у нас была история с поездками, то там мы тоже снимали все. У нас был всегда вот Сашка, который погиб, мы с ним ездили в Швейцарию, снимали. Он был как автор и, собственно, режиссер. А режиссер был Твердохлебов, да, Игорян. А Саня был как бы автором. Ну, он просто мне показывал, он говорит, заходим сюда, сейчас тебя подвесят, значит, на крюк вот к этой горе, и тебя будут спасать или спасать. Ну, а ты что-нибудь там потринди. Ну, они меня спасают, я Петросяню. Вот, потом ты, значит, представь, что ты упал, сломал себе позвоночник, вот ты лежишь, значит, тебе сейчас подойдут что-то сделают. Ну, мы снимали про спасение. Потом мы снимали про йодель, там-то я уже раскрылся, мне сказали, вот это Фредди, дед такой, который на крыше кладет черепицу, он йодель занимается. И он мне научил йодель петь. Я говорю, о, давай, зашли мы куда-то там в церковушку. Это очень просто, кстати, делается, то есть, есть два звука, вот смотри. Я, я, вот я, такой открытый я звук, давай сделай, я, делай. Я, 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 я. А есть? В нос. В нос. Ты туда поешь. Ну, в нос, вот сюда. В лоб. Я сейчас буду как Валя Карнавал. Ну, то есть, у тебя два звука, нижний как бы голосовой. и верхний. Всего лишь, ну как бы. И переключайся между ними и поешь. Ну вот он тоже, ты быстро слишком научился, давай ты будешь медленнее учиться. Ну и мы все это пересняли, что я уже совсем тупой, у меня ничего не получается и получился сюжет. Меня знаешь, что удивило, что вот сейчас на канале Галилео, который на ютюбе, там один из самых популярных сюжетов, это сюжет про Роллтон, да, что там доказывают, что картофельное пюре Роллтон действительно там находится вот в этом, вот в этой банке. И там, значит, это все подтверждается вот этими вот там и, значит, они делают целую экскурсию по этому заводу, где вот все. Ну это же конкретно коммерческая программа. Смотри, да, у нас была реклама, но была реклама такая, мы договаривались так, мы не снимаем рекламу в чистой воды, но мы можем брать деньги, если мы не замазываем логотип. То есть, мы расскажем про вашу лапшу, как она делается, реально, и не замазывая логотип, это стоит денег. Если мы расскажем про вашу лапшу реально и замажем логотип, это ничего не стоит. Подожди, там прямо написано Роллтон. То есть, они же занесли, получается, деньги. Они занесли деньги, но они получили условия от нас, что мы снимем реальный процесс. Это я понимаю, но подожди, но это реально хорошее, получается, картофельное пюре там находилось? Вот все, что там снято, вот все, что снято в процессе приготовления, это все правда. И там, соответственно, сказано, что... То есть, никто ничего не приукрашивал? Никто, нет, приукрашивать мы не могли, потому что мы зачем нам приукрашивать бесплатно? Нет, я имею в виду, что это же реклама получается Роллтона, и вы там рассказываете хвалебный какой-то такой сюжет. Нет, там не хвалебный сюжет, там сюжет обозревательный. У нас было то же самое с Махеевым, когда мы снимали про... Мы сказали, мы снимем вам про майонез. Это будет сюжет про майонез, просто про майонез он ничего не стоит, а если мы на конкретно примере про Махеев расскажем про майонез, это будет стоить денег для Махеева. Все. Роллтон то же самое. То есть, мы говорили, что в этих вот штуках есть реально картошка. Что это не просто порошок, а это конкретная картошка. Если там и порошок, то он сделан тоже из картошки. Понимаешь? То есть мы говорили о технологии производства. Это не значит, что она полезная. Это не значит, что надо ей только питаться. Это вообще ничего не значит. Это просто производство конкретно, но не на общем каком-то там продукте, а на конкретном примере, понимаешь? И когда этот конкретный пример показывался, то мы могли сказать, да, это реклама. Ну, то есть это сюжет с незамазанным брендом. Но это был все-таки, заказчиком был Роллтон или вы сами хотели снимать? Мы жутко ругались по этому поводу со всеми заказчиками, потому что заказчики как раз считали, что это реклама. И они говорили, скажите, что это не просто производство, а самое чистое производство. Мы говорим, нет. Мы же не можем вас рекламировать. Они говорят, как? Потому что мы рассказываем еще раз. Это были страшные битвы. Мы рассказываем о продукте на примере вашего продукта. Но мы рассказываем про всю технологичную цепочку со всеми плюсами и минусами. Ну, как правило, они же не делают говно. Они пытаются, чтобы это было хорошо. Но да, они немножко добавляют туда каких-то там глютамат натрия условный, да, допустим. И я говорю, ну хорошо, добавляйте, но мы про это тоже расскажем. Они говорят, нет, ну мы же хотим сказать, что это самое чистое. Нет, ну то есть они платили деньги копеечные по меркам рекламы, получали сюжет с незамазанным брендом и считали, что мы должны снять рекламу. А мы говорили, мы не снимаем вам рекламу, мы снимаем технологический процесс с брендом. Мне просто кажется, что если бы сейчас такое видео было снято вот именно в таком виде, то оно бы собрало кучу хейта, потому что сейчас такие все за то, чтобы все было максимально нативно, незаметно и вот не влог. Нет, есть огромное количество программ на телеке, которые называются, ну вот, и было, кстати, недавно выходила какая-то программа, тест она называлась, еще какие-то, где они реально тестируют готовые бренды. Единственное, что они делают, они берут кучу-кучу брендов и там делают им какие-то анализы, смотрят, там в этой колбасе есть колбаса или только туалетная бумага, и оказывается, что 50 на 50, типа контрольные закупки. Такие программы есть, и к ним, конечно, доверия всегда не хватает, потому что всем кажется, что это специально кто-то занес, поэтому выказывается. Но, еще раз говорю, у нас была задача простая. Мы рассказывали технологию, и если в этой технологии был какой-то бренд, мы его всегда замазывали, потому что нам не давал это делать канал. А тут приходил канал, говорит, вы все равно будете снимать про лапшу? Мы говорим, да, они говорят, тогда снимайте про конкретный Ролтон, Ролтон нам даст все, но вы не будете его замазывать. Это будет считаться как бы спонсорский сюжет, но не восхваляя Ролтон, а просто на примере Ролтона. Мы говорим, окей. Потом появился Махеев, была та же самая история. Вот у нас есть майонез, эти рассказы. Единственная, какая у нас была реклама, вот прям реклама, интеграшка, это когда вдруг ни с того ни с сего, перед тем, как делать опыт, я говорю, надо помыть руки мылом Сейфгард. Вот там было прям такое рекламище, прям вообще там, чтобы ни одной, сука, бактерии, как я говорил, все бактерии говорили, да, помыл руки, зачем-то передать, и начал делать опыт. Вот это была реклама, прям интегрированная внутрь опытов. А все сюжеты, они у нас внутри ходили, мы их называли рекламными, но они были про технологии, конечно. А еще я видела, значит, ролик, как взломать банкомат. Мы могли делать все, что угодно. Сегодня, по-моему, половина наших опытов по статье проходит, по-моему, половина. Потому что это изготовление, это применение, и мне страшно самому, потому что я помню, как мы сделали, говорю, слушай, это что? Он говорит, да, да, это оно. Ну, как бы можно стрелять гвоздем так, что гвоздь наполовину входит в стену. Нормально. Причем из, сука, подручных средств. То есть можно сделать в саду и пойти с соседом поговорить. И все. Друзья, совсем скоро стартует юбилейный чемпионат Европы по футболу, где наши парни будут сражаться с лучшими сборными континента. Мы с мужем точно не пропустим ни одного матча. Если вы тоже фанаты футбола и любите хорошие шутки, вам стоит подписаться на канал Коммент Шоу, где собрались самые лучшие футбольные комментаторы и эксперты. Все они готовят невероятную серию выпусков. Бывшие тренеры и лучшие игроки в истории сборной России станутся ведущими и экспертами Коммент Шоу. А Лига плохих футбольных шуток обещает надорвать даже самые накачанные животики. А как вы сбросились у нас в килограмм? Я на интервале диеты. Самая эффективная. То есть вы... Сколько ты читал? Не ешь. У меня 24. 20 не ем. 24 не ем. Давайте к футболу. Да-да, вот и как раз я про футбол вопрос. Если эти 4 часа выпадают на футбол... Так что будет круто. Давайте болеть за нашу сборную вместе. Скорее подписывайтесь на канал Коммент Шоу и следите за выпусками. Ссылка в описании. Когда закончился проект, как скоро ты нашел какой-то проект, который был бы тебе так же близок, как Галилео? Или нашел ли ты вообще такой проект? Ну вот еще раз тебе говорю, смотри. Я тебе уже говорил, я мечтал и мечтаю быть Хэтфилдом. Да. Где в Хэтфилде Галилео нету. Понимаешь? И когда я в Галилео работал, мне эта программа нравилась, потому что это часть моей жизни, связанная с прошлым, когда я был там на физфаке и изучал физику. И хорошие были ребята. Но все время хотелось схватиться за гитару и что-то сделать с гитарой. И там, конечно, они мне не давали иногда поиграть на барабанах и на гитаре, но вот ровно там вот столечко, понимаешь? И поэтому говорить, что это была программа моей мечты от начала до конца, в которой я полностью себя реализовывал, и тут букбацию закрыли, так было нельзя говорить. Потому что это была программа, где я опять не мог играть на гитаре с утра до вечера. Да, но по прошествии вот стольких лет. По прошествии стольких лет, вот то, что мы говорили с людьми на улице, они меня, конечно, знают сейчас по Галилео. Пройдет еще 10 лет, они забудут эту программу, наверное, меня вместе с ней. Будут ли меня вспоминать по какому-то еще срезу того, что было в СМИ или не будут, я не знаю. Но с этим, я же понимаю, что я с этим уже ничего поделать не могу. Я же не могу сказать, неправильно ты меня узнал. Слушай мои каверы, сука. Ты же любил все-таки этот проект сам, и ты сам говорил неоднократно в интервью. Я еще раз говорю, что я на это смотрю как, ну, улыбаясь, понимаешь? Ну, подходит ко мне большой дядя, говорит, я вспомнил детский Галилео. Ну и хорошо, ну и что? Ну, молодец, спасибо тебе. Девочки подходят там 17-летние, моя мама в детстве вас любила. У меня все это есть, понимаешь? Я с этим как бы живу, но это как, ну, вот есть и есть. Ну, понятно. Ну, что, я все равно никак не повлияю, понимаешь, на это. Более того, многие люди подходят и говорят, а мы тебя помним с КВН-а. Я говорю, так, а вот, а это нам не надо все. Или кто-то говорит, я там на ютубе смотрю твои обзоры, опять же, не музыку, а обзоры. А кто-то говорит, я что-то слушаю. Ну, то есть, опять же, в этом смысле я человек несчастный, потому что у меня нету одной ассоциации, понимаешь? Потому что, на самом деле, счастливые люди, как мне кажется, медийные, это те, которые сказал слово, и тут же, бац, у тебя ассоциация. Руки вверх, Сергей Жуков, да? Вот. Это вот то, что срабатывает мгновенно. А ты можешь себе представить, это кто? Он ведущий какой-то научно-популярной программы? Да нет, он обозревает какие-то гаджеты музыкальные. Да нет, он сам какие-то песни пишет. Да подожди, он не песни, он каверы пишет. Да нет, у него что-то свое было. А вот надо радость от его песни. Вот так вот, я же тебе говорю. А погоди, а у него еще какая-то была своя. Гитарист. Гитарист? Да. А что интересного на гитаре сыграл, вспомни? Ну, я так название не знаю. Да ничего он хорошего не сыграл, согласись. Ну, нет, неплохо играл я. А что ты вел когда-то программу какую-то на телеке? Ну, вроде Галилео. Галилео? Галилео! Смотрел? Да, с детства. Да, с детства? А сколько лет тебе? 20 уже. А когда ты смотрел? Она 20 лет назад как закончилась? Ну, у нас на поста я свою телефон позже. У вас-то где? Ну, я жил в провинциальном городе. Ты забыл название города? А, Ростов-на-Дону. Ну, Ростов-на-Дону, ты что? Спасибо тебе, спасибо тебе большое. Кто такой Александр Пушной? Это вы. Нет, это есть, ну, допустим. А кто он? Ну, Галилео я смотрела. Смотрела? Когда ты смотрела? Когда маленькая в садик была, ходила, смотрела тогда. В садик ходила, уже смотрела? А сколько лет тебе сейчас? Мне сейчас 18. А, 18, ты совсем молодая. А ты смотрела Галилео? Нет. Слава богу. Тут ты не знаешь, что такое Александр Пушной. Нет? Ну, честно, нет. Слушай, слава богу, давайте покажем этого человека. Нет, не надо. Ну, на самом деле, это ж круто, это здорово. Это просто паренек какой-то, когда-то белочный на телеке. Спасибо вам большое, больше мучить не буду. Пока-пока. Кто такой Александр Пушной? Мне просили задать вопрос. Александр Пушной? Честно, без понятия. Без понятия? Могу на лицо сказать. На лицо можете сказать? Ну, если увижу фотографию, я пойму, что это он. Да, у меня где-то была, можно я сейчас найду? А вы, когда были в школе, вы смотрели какие-нибудь телевизионные передачи? Да, вас. Вот только сейчас узнал и обалдел. Да, как постарел дядя. А какие ты смотрел программы? Галилео. Ты же фотографию еще не увидел, а уже говоришь. Зачем ты так? Подожди. Ну, ладно. А какие тебе больше выпуски нравились? Про что? Я был на тот момент довольно маленький. Мне в районе 10 лет было. А сейчас тебе 12? Ну, 21. Ну, ты не связал свою жизнь с техническими видами какими-то, да, деятельностями? Ну, айти направление. Ну, вот же, наконец-то, хоть кто-то пошел. Спасибо тебе большое. Спасибо, извини, что мы тебя дернули. Беги дальше по айти делам. А вы знаете, кто такой Александр Пушной? Здрасте. А? Да. Серьезно? Ну, расскажите нам. Это вы. Нет, а что он такой? Ну, ты телеведущий. Те что-то телеведет? Нет. А что конкретно не помните? Много чего он вел, не давно. Не он, а вы. А после смерти ему что-то поставили какой-нибудь памятник? Не помните? Я думаю, что мы ему поставим памятник. Памятник новый не сейчас. Надо только смерти дождаться, да? Ладно, спасибо. А вы не видели его, нет? Что он делает? Про метро, что она говорит. Не будем спрашивать. Слушайте, я никогда себя таким удакомно чувствовал, сейчас. Никогда. Ну, ладно. Не хочу этим заниматься. Подожди, а ты хочешь сказать, что тебя никогда вот так вот не бросали куда-нибудь в поля? Нет, никогда. В поля мне не бросали. Я не соглашался никогда на это. Ну, просто с вами согласился. А вот, кстати, интересно, почему ты всегда вел какие-то техническо-научные какие-то программы? Тебя никогда не предлагали? У меня была даже такая проба однажды, расскажу тебе, по-моему, даже эксклюзив, по-моему, я не всем это рассказывал. Меня однажды пробовали на ведение программы, которую сейчас ведет то ли Борисов, то ли Малахов, что-то вот в таком духе. А, на первом или на втором канале? Не помню канал, но помню, что это было большое шоу на центральном канале. Меня прям пробовали. То есть меня посадили, пришла какая-то девочка, рассказала какую-то свою проблему, что у нее там что-то не то с пластикой. А мне сказали, ты должен прям вот, ну вот прям, прям вот все, что у тебя есть, вот вся твоя энергетика там такая, вот ее прям выдать. И я прям старался. Я прям старался. То есть тебя заинтересовал такой проект? Вот я, нет, я старался, да, конечно, я хотел, но думал попробовать просто. И потом, когда закончилось это все, и ко мне подошла режиссер, она говорит, Саша, что правда так настолько неинтересно тебе? Видно было, что мне насрать вообще на то, что происходит. И с другой стороны, когда ты занимаешься чем-то техническим, я про это рассказываю, видно людям, что мне это правда интересует. Они как-то это считывают. Кто такой пушной? Это вы. Это тоже понятно. А чем он, что ты, что ты смотрел, что не смотрел? А, Галилео в детстве, но я не помню, что там было. В детстве? А сейчас тебе сколько лет? 16. В детстве. Мне 46, 16. В детстве, говорит он, смотрел. Слушай, ну значит, то есть Галилео и, может, что там на гитаре бренчат? А, обзоры на гитару смотрел. Вот, обзоры на гитару смотрел, ну хоть кто-то. На ютубе все это смотрел. На ютубе, да. Так они ютубы так сейчас смотрят. Это кто? И поэтому, когда пишут, там типа, выступает Александр Кушной, приходят бабки с мучками. Когда будут опыты? Вообще, мы тут песни будем петь сейчас матом. Как? Блядь, спрашивает бабушка. Поэтому это такая, в общем, достаточно, ну, смешно, конечно, об этом говорить, но это такая, в общем, утка на раскоряку, да, и летает, и плавает, и ходит, и все плохо. Вот, поэтому мне бы, можно было бы это переделать, но для этого надо закончить эту жизнь, родиться заново и уже ничем другим не заниматься, кроме какой-то конкретного направления. Тогда все будет идеально. Слушай, ну, они пытались его реанимировать, не сейчас, когда они его реанимировали, а в 2018 году какой-то был, выходил, какой-то, как-то назывался только немножко иначе. Мега Галилео пытались делать, но это было уже не то, потом позвали Вову Маркони. Верните Галилео! Вове пофиг, что вести, поэтому Вова провел сезон, потом его из этого, со второго сезона его убрали, он сейчас ведет на Россию один какую-то программу и счастлив. Он, ему, понимаешь, его же там не за то, что все думают, почему он такой поднялся, я думаю, что они сами не ожидали, конечно. Вот, и, по-моему, Вова, он это сам говорил, что этого не ожидал не только он, но этого не ожидал и канал. То есть все думали, что про нас давно забыли. Сейчас мы соберем все то же самое, и люди скажут, о! Так почему они тебе не позвонили мне? Я не знаю, потому что, видимо, они думают, что я умер. Скорее всего. Ну, если нет человека... Нет, ну тебе же... Ты же сказал, что тебе Вячеслав Муругов позвонил в итоге и сообщил о том, что он уходит. В итоге, да, но Вячеслав... То есть он знает, что ты все-таки жив. Ну, да, Вячеслав Муругов думает, отвечу, не отвечу. В итоге ответил. Вячеслав Муругов тоже человек, зажатый в обстоятельствах. Там было Министерство просвещения, которое дало заказ. Потом были, видимо, люди, которые говорят, ну, что мы будем звать сбитого летчика? Давайте позовем кого-нибудь поинтереснее. Во-первых. Во-вторых, как бы для телевидения, понимаешь, какая история? Ты не ходишь к Курганту, значит, ты не существуешь. Правильно? Ну, как бы правильно. А где он? Его же нет нигде. То есть то, что ты при этом где-то там появляешься, а это же разные пузыри информационные, они не пересекаются, понимаешь? Этот человек живет в своем окружении, и он про тебя просто не слышал давно. И тот же Слава, я говорю, а я вот там работаю. Говорит, давай сделаем какую-то программу, значит, на СТС попробуем. Вот мы сняли пилот еще в том году летом, им очень понравился пилот. Они хотят попробовать сейчас осенью, попробовать этот формат уже в эфире. Ну, посмотрим, что получится. А ничего, что ты на пятницу сейчас работаешь, у тебя нет контракта. Я им сразу сказал, ребята, я там работаю, там и там. Они говорят, там было, нам пофиг. Вот. Пятница тоже попробовали, понимаешь? В общем и целом получается такая история, что есть форматы, которые почему-то проваливаются. Без объяснения причин. Все сделали правильно, они провалились. И есть такие же необъяснимые взлеты проектов, которые становятся нарицательным словом и так скажем, брендами, знаковыми, там легендарными и так далее. Объяснить это никто, а, не может, а, б, никто не может это повторить. И когда проходит какое-то время, сколько было попыток перезапуска в хороших форматах? Слава богу, ты пришел. Перезапускали? Перезапускали. Получилось? Не получилось. Прожектор Перис Хилтон. Да, тоже не получилось. Запускали? Запускали. Ну, уж казалось бы, те же люди, те же новости. Все то же самое. Почему не получилось? Не потому, что они делали хуже, лучше, там, звали не тех. Вот есть какое-то время, когда оно вот прямо резонирует, понимаешь, время заканчивается. Если проект вовремя успел спрыгнуть с этого момента, да, не успел прогнить в процессе, то он остается легендарным. Собственно, это называется Galileo 1.0. Все. Даже если мы сейчас попробуем что-то сделать, то, что сейчас Данька появилась, это хорошо. Вы смотрите Galileo, а мы совершаем ошибки, чтобы вы на них учились. Да, нереально, но он своей шкурой все это прошел. Да, он хотя бы в теме. Ну, да, он потому, что это делал до, он делал это с нами еще в 2005 году. Ой, 2015. Когда мы Мега и Галео делали, мы с ним вместе снимали. И он сейчас, когда это, если там, не дай бог, закроется, он будет продолжать это делать у себя на канале, и он этим живет. Это видно. Многие люди поэтому ему, ему как бы и сказали, ну ладно, этот пусть. Тем более, что я признаю. То есть, столько хейта, сколько у Маркони у него нет? Не было. Я им написал, что я защитил себя в Инстаграме, написал, не трогайте его, он мой внебрачный сын. Ну, а когда он еще покрасил волосы себе в синий цвет, все поняли, что да, это, наверное, оно есть. У Вовки просто ему это не нужно было. Он же, он же, ну правда, ему это неинтересно. Ему интересно просто вести программу на телеке. А я видела, кстати, ваше совместное фото у него в Инстаграме. Ты причем такое не выложил, а Вова выложил. Я потому что тебе еще раз говорю, Вова, ну, я не выкладываю, я же с тобой тоже мог бы сфотографироваться и выложить, не выложил. А Вова пришел к нам на пятеро на одного, мы поржали, повеселились. Он сейчас ведет программу на канале Россия 1 про что, я даже не очень помню, но про что-то типа связанное с пением. Да, да. Люди открывают голос, либо ты должен угадать, не угадал, он ведет, он ведет прекрасно. Но еще раз говорю, он, по-моему, мне кажется, он хочет вести программу на телевидении. Вот именно так это записано. Какую? Популярную, наверное, вот так он ответит. Но уж не конкретно про это Галилео, оно было и забыли. Потому что он, в отличие от тебя, всегда об этом мечтал, он к этому всю жизнь шел, он всегда хотел. А у тебя это просто само собой получилось. А мне нужна гитара и Хэтфилд, понимаешь, вот мне бы кто-нибудь это бы предложил. Он мне, с другой стороны, говорит, а что ты не поедешь не по гастролирующей? Я говорю, да, чуть лень. Подожди, ну а что ты делаешь для того, чтобы у тебя вот это все было? Для этого я, значит, друзья мои, записывайте камеры пушного, скачать по адресу. Вот что для этого я делаю? Не, ну подожди, ну кроме этого, то есть все, кто конкретно мечтают о том, чтобы там стадионы собирать и так далее, они там, не знаю, круглосуточно просто ходят, входы, выходы находят и занимаются этим круглосуточно для того, чтобы там находиться. Смотри, объясню тебе. Значит, если ты пишешь музыку, которая не собирает стадионы, эта музыка стадионы не соберет. Никогда. Мне нравится писать что-то свое. У меня его вот столечко накопилось. Среди них есть песни, которые от меня оторвались и ушли в свободное плавание, и слава богу. Но это не дает мне возможности, как Земфира, поехать собирать стадионы. И есть мои камеры, которые мне тоже нравятся. Есть часть очищенных, которые вот в этом году выложил я. И посмотрим, что будет через год. То есть музыка – это просто твое хобби, по сути. Оно тебе не приносит доход и, скорее всего, не будет приносить. Если когда-нибудь принесет, я поеду по стадионам, я буду самым счастливым человеком на Земле. Вот когда мне скажут, не надо тебе сниматься ни в каких программах, ничего не делай. Вот выходи, пой песни свои и чужие, мы тебя все равно любим, чтобы ты с гитарой нам пел. И все. И мне будет расписано пять лет вперед, и я буду понимать, что вот, собственно, моя жизнь. Ну, хотелось бы еще ездить не в плацкарте с курицей в обнимку, значит, там, возле туалета и думать, какой же клевый все-таки у меня гастрольный тур. А все-таки как-то, ну, по-человечески. Но, опять же, это зависит от количества людей, которые на тебя придут и сколько заплатят. Потому что если это 20 человек по 200 рублей, то там боковушка, значит, и вареные яйца, и курица, и то солиста только. Ну, так ты же стоишь иногда на сцене. В том-то и дело, что иногда. В том-то и дело, что это занимает маленькую часть моей жизни. Да, но ты просто выбрал такое направление музыкальное, которое все-таки, ну, не для всех. Как правильно сказал однажды великий Свет, по-моему, да, Свет сказал. Свет Буги Бэнд был такой замечательный ансамбль, там парень с солист погиб. Но он сказал однажды, это не я выбрал блюз, это блюз выбрал меня. А, ну вот, значит, он тебя выбрал. Тяжелая музыка, не я ее выбрал, она меня выбрала. Я уже никуда деться с этого не могу. Я не могу, так как все слушают рэп, начать делать рэп, чтобы быть популярным. Да, или попсу, ну, просто если бы ты как Иванушки или там Сережа Жуков, да, пел какие-то народные песни. Сережа Жуков великий. Он великий, я вообще не спорю, я обожаю Сережу и считаю, что все хиты, которые он сделал, они гениальны. Я просто говорю о том, что это народное творчество, по сути, да, то есть это для всех. Оно попадает в большее количество людей. А то, что как бы ты исполняешь, там, пишешь и так далее, это все-таки для очень избранной аудитории. Поэтому так. Ну, дай бог. Ты несколько раз говорил про то, что тебя взяли в ОСП. Как тебя туда взяли? Не, мне не брали в ОСП. У меня не было такого, что Саша, сегодня мы тебе даем значок ОСП. Я делаю им фонограммы. Позвонила Танька, говорит, надо фонограммы сделать. Я сделал пару фонограмм, одну даже голос свой записал там под шуру. Им так понравилось, что они прям так моим голосом и оставили, а Паша рорт открывал только. Я сумели летние, я что-то пел там. Дожди. Они говорят, о, отлично. И прям оставили прям с моим голосом. И как-то мы сотрудничали таким, ну, я был, как это, наемник. То есть, как это, фри-фрилансер, сегодня так называется. Вот, а потом они стали делать программу на ВСТС «Хорошие шутки», которая закрывалась, потому что она была, видимо, неинтересная. И они меня позвали там что-то посидеть напротив, там, поиграть на разных музыкальных инструментах, поделать импровизации как бы с гостями. Я делал импровизации с гостями, встречался с ними заранее, мы что-то там обговаривали, они приходили. Ну, и все это как бы катилось вниз куда-то туда. А потом сказали сделать еще два выпуска, потому что тонкий это был спонсор. И, значит, вот, нужны конкурсы. Я притащил этот конкурс с разворотом песен, и... Апош. Да. И как бы он всем понравилось, и мы еще прожили несколько лет уже в программе с другим содержанием. Вот мне кажется, вот у этого, этой игры, у этого вообще, в принципе, идея. У нее какой-то сейчас период угасания, и его как не продвигай. Ну, а ты на этом приложении что-то заработал? Вообще ничего? Это мой друг Дима Бриттенбихер. Он говорит, давай сделаем приложение. Я говорю, Дим, уже кто-то сделал, и уже продают. Он говорит, так вот кто-то сделал, но это же твоя идея. Я говорю, да, но мы не можем их никак за хвост поймать, потому что идею зарегистрировать нельзя. Можно зарегистрировать только для эту реализацию. Они сделали реализацию и посылают нас подальше. Он говорит, нет, давай все-таки мы сделаем. Я говорю, ну давай. И он, мы сделали, что-то пытались вкладывать. Он свои какие-то деньги вкладывал. Потом говорит, дай мне еще там 500 тысяч, еще нужно вложить. Я говорю, на. Я говорю, как там? Он говорит, ну, что-то есть, но у меня был принцип, чтобы это стоило, значит, недорого. Чтобы это вообще было все без вот этих всех, знаешь, там, заплати, заплати, заплати. И в итоге это все осталось. Я говорю, Дим, там что-то есть? Он говорит, ну, вроде ничего нет. Ну, то есть, лежит это все и лежит. Я говорю, давай продадим потом готовый продукт como-нибудь Яндексу, конечно, яндексу вам ничего не надо. Кому как продадим, что ждать, чтобы нам вернулись и деньги, который мы вложили, и ничего не вложили. Но он тоже этим не занимается. Это программа, которая вялась, не знаю, какая у нее скачиваемость, параметры само собой, сколько людей 17 там играет, то, что ты скачала- это ничего не значит, и играеть. Но этой статистики у меня нет. Нет, у Димы есть какие-то программисты, которые могут ее теоретически дать, но мы за ней не смотрим. Слушай, ну, получается, с Инстаграма ты не зарабатываешь, с Ютуба толком не зарабатываешь, с музыки ты не зарабатываешь. То есть, зарабатываешь только с корпоративов, получается? С телевидения, радио, реклама, да, и мероприятия. Ну, а какой вот все-таки основной источник? Ну, если в деньгах, то, скорее всего, конечно, мероприятие реклама. Реклама в М-видео 4 года, я был воу-воу-воу, счастлив. Ну, ты доволен тем, сколько ты зарабатываешь сейчас? Я сейчас, ну, у меня нету такого, у меня стабильного заработка нет, но количество проектов сегодня, которые у меня есть и которые намечаются, мне говорят о том, что я, в принципе, даже до конца года доживу. Ну, по крайней мере, в деньгах. В деньгах я доживу. Опять же, то есть, понятие, понимаешь, у нас все же всегда рассуждают количество заработанных денег, никто не говорит о количестве потраченных денег. Вот мы на Ленинском купили квартиру. Через дорогу, через дорогу, квартира стоила ровно в два раза дороже. В два. В той же площади, с теми же окнами. Все то же самое. Вот через дорогу. То есть, захоти я, ну, вот было бы у меня, типа, хочу вот в этом жилом комплексе, ну, вот я бы сейчас сидел в долгах. Но я тогда решил, что нам этого хватит. Нам все, мы купили. Нам тоже было дорого, но там, по крайней мере, мы или чуть-чуть вылезали за бюджет. Я потому, что люди живут, как бы, спокойно в финансовом плане только когда у них доходы сопоставимы с расходами. И все говорят, мне не хватает денег, тебе не хватает ума сократить расходы. Причем именно в таких глобальных вещах. Потому, что когда люди думают, что, ну, я сегодня не буду, например, в ресторан ехать, это фигня, это ничего не дает. А вот покупка квартиры вот через дорогу или здесь, это реальные деньги. И поэтому те, кто взял кредит и купили себе квартиру в центре города, восьмикомнатную, в элитном, за 200 миллионов рублей, ну, я вас поздравляю. Вы полностью будете работать только на эту квартиру в ближайшие 10 лет. Дай бог, у вас на это будет возможность. Но я знаю, что это точно не мое. На что ты больше всего тратишь денег? Ну, я на музыку все очень. У меня оборудование дома на хорошую сумму стоит. Причем у меня ламповые предусилители, у меня все новые вот эти вот гитарные процессоры. Там у меня есть Fractal XFX3, сейчас прильнули все люди к экранам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Neural DSP, вот этот, который, да, который называется Quart Cortex. Запишите, кстати, тоже продается в Финляндии, ребята делают вот такая вещь. Плагинов куча. У меня Pro Tools лицензионный. И что у меня еще? У меня, значит, комбик есть. Реальный ламповый Mesa Boogie Mark V. Очень дорогой, хороший. Вот все, что вы сейчас слышите, я не понимаю ничего. И гитары, то есть у меня восьмиструнка Jackson, которая кастом, соответственно, B8 DX Deluxe. Она со сквозным грифом, вот, и очень с хорошего дерева, она стоит порядка трех с половиной штук баксов. Вот, и еще у меня есть одна гитара с весной гипсом, другая у меня Fender, но это так на всякий случай. А так мы еще с Крастером сделали другую гитару, вот новенькую, на которой сейчас бринчу. И, в общем, пока так. На этом ты не экономишь. Вообще. То есть на это уходит основной твой заработок. У меня дома, с точки зрения музыкального оборудования гитарного, топовые вещи стоят. То есть круче, чем Axe FX 3 и Neural DSP, нет ничего. То есть что можно купить еще круче. А на чем ты экономишь, кроме на ассистентах и на одежде? На срать абсолютно. Ну, как бы я, если вы посмотрите меня во всех других подкастах, я был, по-моему, в том же. У меня есть две вот таких джинсовки. Куча джинсов одинаковых. Просто я их меняю, но никто не заметит. И вот эти я люблю всякие футболки со всякими этими принтами прикольными. Покупаю, у меня они лежат так куча и все. И мне сколько раз говорили, что, блин, чувак, когда ты надержаешься в костюм, реально круто смотрится, сразу дорого. Ну, ходи ты в костюм. Это моя рабочая роба. Вот надо, собрался, надел смокинг, пошел. Но ненавижу эти костюмы, просто терпеть не могу. Я хочу, кстати, обратить внимание просто нашего зрителя. На то, что мы сейчас идем, и все время Сашу снимают. Ну, не меня, собственно, снимают. Сашу снимают. Постоянно. Причем люди вот так вот смотрят, вот так вот ходят. Один просто подошел, вот так вот уже практически снял всего. Ну, вы не сняли этого. Вот я тебе рассказывал, мой любимый случай был, когда я в метро ехал, вот так двери, вот так стою я, вот так стоит человек напротив, проходит три станции метро, мы проехали. Он абсолютно вот так вот с таким лицом просто берет меня, сфотографировал, и дальше смотрит куда-то в бок, проверил фотографию. Было ощущение, что я эта надпись на заборе, он просто меня сфотографировал, просто интересно, и все, и дальше пошел. Ну, мне кажется, они... Елки-палки, этого тоже здесь не было. Ой-ой-ой, как похорошела Москва при Сергея Семеновича. Ну, каждый, каждый прям секунду, что-то новое. Мне за это не платили, между прочим. Мне тоже, кстати. Сергей Семенович, сколько можно, а? Ну, люди реально, ну, как бы, просто снимают прям практически в упор. Значит, надо что-то, может, у меня смешной нос. Ну, конечно. Они хотят про это рассказать. Ты вот, кстати, мне кажется, ты вообще такой очень скромный, и вот я смотрела много с тобой интервью, ты как-то к комплиментам очень так осторожно относишься. То есть ты как будто бы их не принимаешь. То есть ты как будто бы, нет, это не я, это кто-то другой. Мне не нравится, да. Ну, я не знаю, почему, но это, может, это прививка КВНовская. У меня же был КВНовский очень звездный период, и там ты очень быстро взлетаешь, потому что так же быстро падаешь. Это за короткое время происходит. Наверное, это такая хорошая прививка на всю оставшуюся жизнь. Потому что я всегда понимаю, что то, что мне говорят в качестве комплимента, это очень временная история, которая ко мне мало имеет отношения, потому что давай через годик на это посмотрим, и... мы поймем, что на самом деле этого нет. Ну, то есть в твоей жизни были, в принципе, горки такие, да, популярности? Ну, первая самая большая горка была КВН, да. Я как Стинга показал, все, я приехал в Новосибирск, я был первый парень на деревне. И этот же первый парень на деревне через год закончился. Причем нас так хорошо вышибли дети лейтенанта Шмидта из седла, из КВНовского, что мы прям... упали не просто, знаешь, так медленно съезжая, я прям вот так с грохотом. Слушай, ну вот когда вот это была первая волна популярности, ты говоришь, что ты первый парень на деревне в Новосибирске, вот твои ощущения, ты как-то пользовался вот этой популярностью? Нет, мне тогда подсорвало голову немного. Да? Все-таки было? Да, да, конечно. А как это проявлялось? Ну, я вел себя очень странно, я как-то пытался казаться очень сильно. Я бы сейчас, если бы мы это делали тогда, я бы спросил, о чем мы будем говорить, я бы обязательно попросил бы вопросов. Ну, ты был мудак полный, если честно. Почему мудак? Просто некоторые считают, что вот лучше знать заранее, что тебя... Ну, потому что им важно, как они будут смотреться, им важно, как они будут выглядеть. Им почему-то это важно, хотя на самом деле это абсолютно не важно. А почему это не важно? Да потому что ты человек же, прежде всего, да? Ну, какая разница, ну, есть вот эта маска, которую ты натягиваешь для кого-то, она всегда маской останется. То есть твоя неестественность в этой маске, она будет неестественностью каждую секунду. И значит, она к тебе не имеет никакого отношения. Просто так люди все равно себя закрывают этими счетами, что потом ты не понимаешь, ты с кем разговариваешь. Ну да, но просто у некоторых есть прям конкретно продуманный образ, который они должны как бы все время отыгрывать, придерживаться его. Мне кажется, это сложно. Вот если честно, мне кажется, это очень тяжело и сложно, потому что ты каждую секунду должен об этом думать. Ты не можешь расслабиться. У меня вот мои друзья, с которыми мы знакомы там лет 35-40, когда мы, наверное, меньше все-таки 30, когда мы собираемся вместе, мы их знаем еще с института, да, мы вот настолько друг друга знаем хорошо, что нам не нужны вот эти маски, и ты знаешь, это очень комфортная обстановка. А когда ты приходишь, ты берешь интервью, я все-таки, ну как интервью даю, а все-таки мы там мало знакомы, и впервые увидели, все равно немножечко существуют какие-то границы, рамки и так далее. А особенно на современных больших корпорациях, где ты просто работаешь. Да. Ты не можешь прийти и сказать, что ты думаешь по какому-то вопросу, потому что ты либо не совпадешь, или если ты не совпадешь с мнением начальства, тебя уволят, а если ты совпадешь с мнением начальства, тебе скажут, что ты подлизываешься. Да. Ну, если вообще выхода нет никакого. Поэтому мне кажется, как раз наоборот, срывы этих масок, это очень важно сегодня. И более того, мой великий дружбан Миша Шац, который сейчас начал активно себя использовать как стендапера, он же, я спросил, говорю, Мишань, что это за ерунда? Я в этом ничего не понимаю. Он говорит, стендап – это боль. Ну, это как бы формула. Я говорю, а почему боль? Он говорит, а потому что если ты не раскрываешься реально вот прям до кости, да, и не рассказываешь про то, что тебя реально волнует и тревожит, это не стендап, это эстрада. Это хороший эстрадный номер, да, с масками. Опять же, те же маски, которые мы видим в огромном количестве телепередач. Но вот раскрыть себя по-честному даже перед самим собой, не то, что перед чужими людьми, это очень сложно. Но раскрыв однажды и успокоившись по этому вопросу, к разговору, возвращаясь о своей звездности в КВН, когда я понял, что это все говно, я вернулся и понял, что как же, как кайфно жить, и ни перед кем, извините за выражение, не выебываться. Ты чувствуешь себя москвичом? Нет. Ты до сих пор не чувствуешь себя? Слушай, я про это рассказывал, это невозможно к этому привыкнуть, когда ты пять лет живешь, и ты виноват во всем сразу, то, конечно, это прошивается где-то уже глубоко, и ты все время ежишься. То есть до сих пор, несмотря на то, что у тебя там есть уже и прописка? У меня есть недвижимость-прописка, у меня, в принципе, я здесь живу. Недвижимость, то есть ты приобрел. Я здесь живу 22 года. С 98-го, нет? С 99-го. С 99-го. 22 года я здесь живу. Это умного, но все равно ощущение, что я в гостях. Почему? Я тебе сейчас говорю, я не знаю. Это, наверное, не исчезнет никогда, потому что обычно все считают, что я поехал, типа, Москву покорять, или в кавычках это брать, или не в кавычках. Граница, кстати, какая-то интересная. Бункер на Таганке, музей холодной войны. Что хочешь? Ресторан. Вот, жж. Короче, вот это покорение всегда какое-то, знаешь, завоевание, оно же всегда должно, по идее, если мы говорим о покорении Москвы, иметь какую-то точку, да? То есть ты победил, ты покорил. Ну, не знаю, там, ты пришел и все, и стал Дмитрием Нагиевым. Все, тебе что еще делать? Ты Дмитрий Нагиев. Все, ты абсолютный, ты абсолют во всех направлениях. И понятно, что тогда, может быть, вот после этой точки человек все, расслабляется. Но так как у меня не было никакой задачи здесь как бы жить, что-то покорять, я просто приехал и пытался выжить, а не жить. То есть ты, по сути, как бы вот по течению плывешь, да? То есть вот у тебя такая ситуация? Ну, не совсем мне предложили, я воспользовался. Потом один проект закрылся, другой предложили, я воспользовался. Он вроде получился. Так я про это и говорю, тебе предлагают. То есть это не то, что ты инициативу свою проявляешь? Да, нет, у меня не было задачи, там я сговорил, я закончил университет, закончил физфакт, все, я поехал в Москву делать себе карьеру шоу-бизнеса. Такого не было вообще. То есть у тебя такой не было цели и мечты? Цели никакой не было, мечты такой не было. Кстати, к разговору это может потому, что я так и отношусь к этим всем комплиментам, что мне кажется, это все как-то не про меня. Ты один из немногих, кто еще лет 10 назад завел свою YouTube-страницу и вообще начал ее как-то развивать, ну наполнять, так скажем. Что я заходила, смотрела, что у тебя еще там 10-летний, даже больше, мне кажется. В 9-м году, да, первое видео выложил. Да, то есть 12 лет назад получается. Ты тогда понимал, что это было просто так? Это было просто так и до сих пор та часть остается просто так. У меня был сайт, значит, первый раз в 2004-м году. Пушной Pro, да. Пушной Ru. И даже Ru. Да, я пошел, у меня, значит, какая была история. Я ходил и занимался вот этими всеми своими каверами, например, ну со школы еще. Помню, что наш в школе. И всякие там щезгарят, когда я смешивал с Нирваной, да, вот я это делал еще в школе, мы еще играли на гитарах, еще записывали все на кассетах. Я помню, что это где-то у меня в голове хранилось, потом появилась возможность все это на компьютере свести в какой-то mp3-файл, и эти mp3-файлы накопил у себя в директории. А потом подумал, а что у меня в директории лежит? Ну я же могу это выложить в интернет куда-нибудь? Не было еще понятия, а, были хомяки, если помнишь, такие, на народе. То есть твоя фамилия, точка народ, точка ру, и там у тебя хом-хом сайт. Я сначала там себе завел, типа, сайт, думаю, выложу. Выложил, а там ничего не качается, потому что там все очень было плохо, тогда был очень плохой доступ, отвратительно все это работало, медленно. Я решился, помню, в 2004-м году пойду и сделаю себе домен. Пушной Ru. Понятно уже по словам, что это что-то... То есть я когда пришел, говорю, дайте мне зарегистрировать сайт Пушной Ru. Они думали, что это порнуха. Ну потому что очень непроизносимая история, которая, ну там, знаешь, все регистрировали, не знаю, там, ну что-то такое, что можно запомнить, ну это же невозможно запомнить. P-U-S-H-N-O-Y. Ну как? Но я зарегистрировал. Вот это была моя, как бы, социальная сеть. 2004-й год. Потом я открываю, смотрю там, о, кто-то, видимо, пришел, интересный парень, там, 10 страниц новых сообщений. И каждое сообщение, «Enlodge your penis». И вот прям... То есть спам такой. Ну да, я думаю, блин. Как избавиться от этого спама? Я говорю, несколько или никак. Ну то есть надо перепиливать эту гостевую. И даже если ты сделаешь «Enlodge your penis», все равно тебе не поможет, все равно они будут приходить эти, значит, условия. Там, по-моему, на 20 сантиметров мне обещали, но я не воспользовался. Вот. И на 20 процентов сантиметров я размечтался. На 20 процентов, конечно. Вот. На 20 сантиметров это, конечно. Короче, чуть не срулили сейчас другую тему, сейчас бы Ивлеева зашла бы и продолжили. Короче, я решил, что мне нужна другая замена социальной активности, и я, будучи еще на этом сайте, завел себе ЖЖ. Да. Если ты помнишь, что это. Я, конечно, помню, мало того я была у тебя на ЖЖ. И видела. И на ЖЖ, потому что там уже не так часто предлагали увеличить пенис, я думаю, ну и там посижу. Я посидел там, потом оттуда, потом надо выкладывать куда-то видео. И видео выкладывать на свой хомяк сложно, потому что там нету для этого систем. А в ЖЖ видео не принято было, и до сих пор как-то там это не пользуется. Там лонгридики, да, нужны. И вот я думаю, есть же Ютуб. И вот я на Ютубе стал выкладывать то, что касалось там каких-то обзоров, опять же, технологий современных. Там история с этим, мне понравилась система такая есть, когда ты поешь голосом, нажимаешь на клавиатуре аккорд, и этот голос сразу же, мгновенно раскладывается на этот аккорд, и ты можешь как вот многоголосая, значит, группа капельная выступать. Это было очень круто. Я все это показал, записывал с Шацом, с Лазаревым. Я говорю, давайте мы сделаем на Ютубе какую-то историю, будем это все снимать. Я уж тогда знал, что звук это важно, поэтому у всех у них были хедсеты. Я купил хедсеты, купил камеры, камеры еще плохие были, такие девишки. И все это снимали у них на даче, мы какой-то тоже эксперимент ставили. Они к этому относились. А мне было интересно, но я не знал, куда это выльется. Первый раз я заметил, что у меня, смотри-ка, появились подписчики. Десять тысяч, я помню. Ого, это прям много. За сколько ты их набрал? Где-то за год, наверное. Я такой думаю, что это круто, смотри-ка, у меня есть подписчики. У меня же есть ЖЖ и есть мой хомяк, этот сайт. Зачем мне там еще в Ютубе кому-то что-то отвечать? Ну, я смотрю, они там все натусуются. Я их как-то не притянешь сюда. Думаю, ну ладно. И потихоньку и хомяк подох, хомсайт, и ЖЖ, естественно, сдох вместе с самим ЖЖ. Ну, и вот я оказался в Ютубе, и в Ютубе до сих пор остаюсь. И сейчас вот у меня Инстаграм. Чем мне нравится Инстаграм? Что это малая форма. Ты какую-нибудь делаешь херню на минуту. Ну, для Ютуба как-то слабоватый. Плюс там идей никакой нет. Ну, а для Инстаграма нормально. И в Инстаграме можно все эти малые формы легко использовать. Но ты все равно там не так, чтобы очень активно ведешь свою страницу. Ну, по-хорошему, конечно, вот мы сегодня с тобой встретились. Я должен был бы уже шесть сторис запилить по-хорошему. Конечно. И вообще со сторисами у меня вообще беда. Я не умею их делать. Ну, как-то мне не интересно. А вот... Ну, посты у тебя тоже раз в неделю выходят. Ну, примерно так. То есть ты не зарабатываешь, получается, в Инстаграме, если так редко туда постишь? Предложение есть. Очень много предложений по Ютубу сейчас пошло. Но я не соглашаюсь пока на интеграшки. По двум причинам. Первая причина. Нету регулярности. Я не могу обещать, что я через неделю что-то сделаю. Опять же, потому что я ленивый. Это мое хобби. А Ютуб. Во-вторых, все мои так или иначе активности связаны будут с музыкой. Музыка всегда авторские права. Я с этим прошел сейчас последний год. Все, что можно было с этим сделать, я сделал. И теперь я понимаю, что если я буду писать что-то на русском языке, на русских артистов, мне нужно будет сначала договориться заплатить за лицензию. В случае, если согласен будет автор. То есть это уже типа 100-200 тысяч рублей заплатить. Это значит, ну вот это уже минус 200 рублей. Потом что-то снять, потом получить интеграшку. То есть интеграшка должна быть от 200 и выше. Ну, там вроде 300 мне дают. Но это мне нужны гарантии, что человек, на который я напишу кавер, во-первых, согласится. Во-вторых, он не потребует огромных денег. А в-третьих, что человек, с которым я это буду делать вместе. Ну, как мы делали с Шацом, с Лазаревой, с Клявером. Что он будет это тоже петь. То есть это как-то так очень сложно все. И я говорю, нет. Почему бы не придумать какой-то формат, который... Я же тебе говорю, он уже придуман. Ну нет, это понятно. Это тот, что ты уже выпускаешь. Я имею в виду еще какой-то формат, который... Без музыки? Ну да, который будет... Брать интервью? Не, ну подожди. Ну хорошо. Ну я думаю, что... Слушай, ну почему только брать интервью или делать каверы? Что, больше нет вариантов никаких? Нет, ну можно танцевать балет, можно варить еду. Не, ну подожди. Ты же много чего умеешь. Можно разрисовывать себя тату. Слушай, можно все делать. Ты можешь сделать те же эксперименты сам у себя дома. Просто там снимать что-то. Не могу. Что, музыкальные эксперименты могу делать? Ну я даже музыкальные. Эти эксперименты, во-первых, я их все уже сделал. Мы сделали их, понимаешь, мы в Галилео сделали 400 экспериментов. 400. И по-моему мы сделали все то, что можно запихнуть в бюджет телевидения. И у нас все получилось. И еще раз говорить, делать из себя идиота и говорить, смотрите, как работает атмосферное давление. Ну я не могу. Я уже это там делал. Я все там объяснил и показал. И более того, вы в любой момент можете нажать кнопку в Ютьюбе и меня, молоденького, 2007 года посмотреть и как бы лайк поставить. Зачем я сейчас буду уже не молоденький делать то же самое? Никаких других тем, которые можно раскрыть? Каких-то опытов, которые можно провести? Ну я не вижу. Хорошо, ну а что-то еще? Все, что делается сейчас, есть два направления в опытах. Вот то, что делали мы, мы показывали, как работает физика на примере опытов. Физика. Сейчас вот то, что там в трендах валяется, а что если взять 500 тысяч спичек, засунуть в жопу и поджечь? Ну не будет жопы. Ну давайте в этом убедимся. Давайте. Хоба убедились. Во-вторых, все то, что там они делают, понимаешь, оно обязательно сделано на примере того, что люди ответ на вопрос, который занимает два предложения, они искусственно, для того, чтобы это в Ютьюбе было заработок, растягивают, сука, на 15 минут. Давайте зададим себе вопрос, а что если, вот видите, две розетки, что если взять с двух, две вилки и воткнуть в две розетки? Ответ, короткое, блядь, замыкание. Все, у тебя минута на это потрачена, максимум. Они начинают, что такое ток? Давайте сейчас рассудим. Ты понимаешь, что они на этом деньги зарабатывают? Я понимаю, но это, ну вот как бы я, как потребитель, говорю, да вы заколебали. А что если взять ванну, воды, поднять на 15 этаж и сбросить? Саш, ну это смотрит. Обгонит ли ванна воду? Чувак, есть дядька такой, назывался он простым словом, Галилео, блядь, Галилей. Он давным-давно в Пинзе, блядь, в городе, вот так встал с двумя этими, значит, шариками. Один был тяжелый, другой легкий и бросил. И тем самым он убедился, что если не учитывать сопротивление воздуха, да, то ускорение свободного падения, оно не зависит от массы. И эти два шарика с одинаковой скоростью летят. Так когда ты свою ванну с водой будешь сбрасывать, это, собственно, тот же самый эксперимент. У тебя вода в этой ванне так и останется до конца. Нет, мы, ну вот там же вода, она же останется на месте, а ванна упадет, а вода будет висеть, а потом начнет падать вода. И они-то все 15 минут жуют эти сопли. В конце они все это показывают. Причем, ну, это еще выглядит так, знаешь, висела ванна. Бам! Ой, давайте еще раз посмотрим медленно. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я вот, еще раз тебе говорю, я смотрю эти все тренды, ну, я не беру уже там, да, Влада, бумагу, моего любимого в кавычках чувака, который просто там с ума сошел. Ну, говорят, что он все это не сам делает, он за рубежа берет. Тогда, слава богу. У них, у этих ребят нету идеи, понимаешь? У них есть просто «а что если?». Мне «а что если?» не нравилось никогда. Поэтому то, что ты мне предлагаешь сделать сегодня в Ютьюбе, во-первых, а, я уже сделал. Во-вторых, то, что делается сегодня в трендах, мне категорически не нравится, я не хочу этого делать. И поэтому все, что мне нравится в Ютьюбе, я делаю на своем канале. Пусть это не собирает там миллионы, пусть это 100-200 тысяч просмотров ролика, но, в принципе, тоже немало. Но ты хоть что-то зарабатываешь со своего канала? Нет. Ну, там есть монетизация, включая с правообладателями, и я к ней могу присоединиться, потому что, как выяснилось, если, например, я делаю зарубежный кавер, то Sony BMG монетизирует произведение Yesterday, которое, соответственно, написано Полу Маккартни, но права у Sony BMG. А все остальное, то есть исполнение, и аранжировку, и видео могу монетизировать я. И вот я примонетизируюсь. У меня просто само... У меня ощущение, что Yesterday монетизирую я и Пол Маккартни. Круто же, да? Как-то сразу это легче становится. Мы с Полом... Нам пришло ему на Сбербанк, и мне на Сбербанк там по 5 рублей. Вот. И поэтому у меня монетизируются таким образом Sting, Collins, McCartney и ACDC. Неплохо. Неплохо. А с руки вверх в итоге какая история? А вот, понимаешь, западные ребята так поступают. Они просто монетизируют произведение. Написано, что влияния на канал никакого, то есть никакого, ни дизлайка, ни страйка, ничего нет, ни бана. Вот просто мы включаем монетизацию, и то только произведение. Ты можешь, в принципе, со-монетизировать это дело. Но наши ребята, это же просто песня какая-то. У нас каждый, значит, сидит под каким-то лейблом, и лейбл поступает жестко. В российском законодательстве ты должен сделать что? Ты должен взять этот кавер. Не просто монетизируем в пользу вот этого человека, вот это вот произведение, как, блин, тот же BMG. А ты должен записать кавер, отправить его лейблу, которому принадлежит этот автор. Лейбл отправляет автору. Автор слушает. Клево. Мне нравится. Все, мне нравится, берем. Значит, отправляет обратно лейбл. Лейбл мне выставляет счет. Я оплачиваю счет. Это называется лицензия на покупку прав, на переработку. Это еще ты ничего с тем кавером не сделал. Ты его как бы только записал. И ты получил разрешение на то, что уже записал. И ты заплатил деньги за то право, которое бы у тебя было, что ты его записал. И после того, как ты это выкладываешь, вот тут начинается отчисление авторских прав, опять же, автору. Но уже как бы с заплаченным тобой вот этим вот предоплатой в виде лицензии. И поэтому я купил 16 треков. 16 треков я купил. Каждый трек, соответственно, от 100 до 200 тысяч долларов. Но... Ой. 200 тысяч рублей. Я надеюсь. Но я все равно потратил приличную сумму на это дело. Но есть 4 гениальных автора. И 3 гениальных произведения, которые не пропросили ни копейки. Значит, песня от Винта. От Винта. Которая, собственно, из Мишариков там. Марина Ланда и Сергей Васильев. Сказали, ничего не надо. Великий Валерий Сюткин сказал, ничего не надо. И самое главное, что сам Алексей Львович Рыбников, послушав песню «А в Африке Рейка такой ширины», говорит, классно, мне нравится, ничего не надо. Вот я после этого так прям, ооо, есть в моей жизни хоть что-то приятное. И эти песни можно все скачать. Тем более, сейчас все равно, когда люди их там слушают, покупают. Неважно, на стримах нигде. Ну, в смысле, на стриминговых сервисах. То все равно эта копейка идет автором. Слушай, ну а сколько, кто самый дорогой в итоге оказался из наших российских? Ну, во-первых, самый дорогой. Вот 200 тысяч рублей я отдал за... Ну, там по 100, получается, за текст и за музыку. Значит, «Палалайка» Игорь Николаев. Слушай, я сейчас открою, прям посмотрю. Я же сам свой, тоже альбом свой купил. Называется альбом, друзья, ищите «Каверы пушного» везде, вот, набираете «Каверы пушного» и попадаете на этот альбом. Вот, пока мы с тобой говорим, чтобы все, вот, съемочная группа, все скачали и поставили. «Трава у дома» 200 тысяч руб. Значит, самая дешевая песня оказалась и самая адекватная по договоренности, как думаешь, какая? Вообще, без понятия. Все идет по плану, Егор Летов. Наше все. Вот, прям сразу. Алло, я представитель Летова, и говорю, вот мне бы... Да, хорошо, согласен, подъезжай. Все. Это была первая песня, которая заключила контракт, в общем. 18 мне уже великое произведение, Сергей Лежуков. Обожаю. Ну, там они чуть меньше, там, 192 тысячи получилось. Ну, тоже неплохо. Очень круто. Ну, это потому, что великое произведение. Вот, ну, и все остальное, в принципе, так же где-то, в среднем. В среднем так же. Слушай, ну, получается, наши авторы, наши певцы, музыканты неплохо зарабатывают. Авторских. Нет, нет, таких дураков, как я, очень мало просто. И каверы, это не их бизнес вообще. Я аж пытался поговорить с менеджерами, с издательствами. Говорю, почему так вот вообще... На меня смотрите, как на это, знаешь, как кошки идут, когда по говну. Или по луже. Они так вот, фууу. И вот было ощущение, что кто я такой вообще, кто со мной разговаривает. Они говорят, ну, потому что это не наш бизнес. Мы продаем готовые произведения. Понимаешь, лучше взять и 18 мне уже продать в рекламу, да, за 50 миллионов рублей. И чтобы там девочки под МТС или под Билайн пели 18 мне уже. А 18 мне уже, наш новый тариф. Ну, а кто-то отказывал? Да, конечно. Кто? Конечно. Меня очень не любит сын Крылатова почему-то. Он считает, что рок и электрогитара это дьявол. Вообще-то, на самом деле, он прав. Но вот почему-то в моем случае прям он как-то совсем, прям категорически против. Вот. Были люди, которых просто не могут найти. Вот. Дорогой Андрей Губин, если ты где-то слышишь меня, конечно, вряд ли. Ну, найдись, пожалуйста. То есть, есть кавер и... Он куда-то переехал, кстати. Он где-то не в Москве. Он вообще даже в России живет. По-моему, он даже не на планете Земля, по-моему. Нет, он на планете Земля. Он просто куда-то переехал. Короче говоря, не могут. Он не отдает ни да, ни нет. Вот просто нет, понимаешь? И все. То есть, нет просто ответа. Я правообладателям говорю, вы мне скажете, что они говорят, мы не можем с ним связаться. Говорят, это ваш артист. Он говорит, наш. Я говорю, ну почему не можете? Ну, потому что, понимаешь, этот момент, что нужен утверждение, по идее, вот этих историй, оно очень странное, потому что в Америке, я так понимаю, на Западе уже этого нет. Они просто монетизируют произведения. Они не спрашивают, не слышал Фил Коллинз, мой кавер на Another Day in Paradise, и не слышал, конечно, Маккартни, мой Yesterday. Просто они договорились так, что Лейбл просто монетизирует произведения. Это же круче. То есть, вы же заработаете в тысячи раз больше денег, если вы всех будете цеплять. А у нас в России, как обычно, ты высунулся, я попал в тренды просто, меня заметили, со мной разобрались. А остальные остались внизу болтаться. Сейчас кто-нибудь вылезет, опять возьмут, опять разберутся. Ну, то есть, технологии, к сожалению, у нас опаздывают. Мы сейчас идем как раз по тому маршруту, по которому я ходил первый где-то год или, может, полгода. Соответственно, от Таганки, вот от того офиса, мы перешли через, собственно, кольцо и сейчас пойдем по дровяному переулку туда, в сторону первой съемной хаты. Там же, кстати, на первой съемной хате мы чуть не погибли однажды. Как это? У нас наш друг Саша пришел утром пьяненький, включил комфорту, чтобы прикурить, не прикурилась, он включил вторую, чтобы прикурить. Прикурилась, а первую не выключил. Пошел спать. Вот. А мы про это узнали. Через час, к счастью, нам надо было идти на озвучку. Ведь почему меня озвучка спасла? Я люблю микрофоны. Потому что если у меня озвучка, меня бы не было. Кошмар. Мы проснулись с Русланом через час, открыли дверь и поняли, что полная квартира газа и любое включение свет. А у нас еще газовая колонка была в той квартире. Ну, то есть вы по запаху уходите? Конечно, конечно, да. Но там была концентрация такая, что уже можно было рвануть. Кошмар. Мы все открыли окна, это был ноябрь, и, значит, мы укрыли одеялами и ушли. А потом пришли через, соответственно, день уже вечером, он также под одеялами лежит там. У него высунут, значит, пультик от телевизора, он кнопочкой что-то нажимает, там, переключает. Вот. Мы серьезно поговорили, но, по-моему, он не сильно понял, что произошло. Ну, а ты еще на какие-то проекты ходил пробоваться, вот в последнее время? Слушай, ну так как... Что это тебя зовут вообще? Ну, смотри, у меня выработалось, так скажем, два направления. Одно, которое мне до сих пор не нравится, но ничего делать-то невозможно. Давай, мы чмокнем. Это... Прям чмокнем? Ну, подходи, если ты пообещал-то. Ага. Вот видишь, хотел чмокнуть меня, но не решился. Короче, два направления. Первое направление отвратительное, которое называется юмор. Я никогда ничего юмористического не ввел и не хотел вести. Да, но ты сам по себе смешной. Нет, ну вот мы с тобой сколько разговариваем, что-то давно... Ну, мы ржем все. Ах, ох, чего вы ржете? Конечно, я смотрела твое интервью, я ржала над всеми твоими ответами. Ты чего, у тебя такое выражение лица смешное, ты еще там что-то как бы говоришь, отвечаешь, типа, как в порядке вещей, и все ржут. Нет, нет, нет. Значит, юмор, это, скажем так, это меня заставляет это делать, и, конечно, когда меня зовут вести какую-то юмористическую программу, я нехотя соглашаюсь, потому что я знаю, что я на этом как минимум заработаю деньги, вот, и как максимум это получится что-то неплохое. Вот, иногда бывает. То есть, опять же, та же программа «Хорошие шутки», которая дала мне некий второй старт, когда меня Таня с Мишей туда позвали, я притащил этот конкурс «Разворотом песен», это был конкурс о том, что просто это, ну, прикольно, но никто не думал, что это станет каким-то там уж прям двигателем этого шоу. А второе направление, которое мне, конечно, больше нравится, я люблю технологии, причем я люблю технологии довольно в узком спектре, не вообще все, а то, например, что я делаю в музыке, да, то есть мне очень нравятся современные эти педали, эти нейросети, которые, значит, там берут и копируют, например, звук там суперламповый, и я этим всем, у меня все это на кончиках пальцев, я этим делаю, я этим занимаюсь. Сейчас получается, что моя востребованность именно как человека, который интересуется технологиями, она до сих пор остается. Если меня куда-то приглашают, то, скорее всего, они мне приглашают, чтобы я повретел в руках какую-нибудь современную вещь, что-то про нее рассказал, сделал, переключил как-то и... Ну, ты доволен проектом «Умный дом», который ты сейчас ведешь? Он немножко более журнальный, чем глубокий, он все-таки такой вот, а вот там, а вот там, а вот здесь, а вот там, а вот здесь, он такой немножко жвачечкой оттуда немножко отдает, но он все равно про технологии, все равно интереснее, чем любое другое направление. И, конечно, можно было бы сделать в том же доме какую-то более глубокую историю, но они, говорят, не формат. У нас вот прям, нам надо там по пятничному все это рубить, 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 как капусту. То есть ты предлагал? Я предлагал, говорю, давайте мы сделаем здесь поглубже. Нет, они говорят, нет, у нас есть формат, давайте мы про все расскажем, что есть такой гаджет, он хороший или плохой, и в конце программы мы как бы берем это будущее с собой или нет. Ну, вот на этом мы останавливаемся. То есть вот моя мечта – это сделать такой хороший док-фильм про вот эту вот штуку. Про айфон? Нет, про… Телефон? Про экран, который пользуется каждый человек каждый день и не задумывается, как он работает. Если ты залезешь в YouTube и наберешь, как работает экран телефона, там написано «ля-ля-ля-та-па-ля», это значит, экран, который не механический, а электрический, он емкостной. То есть, когда ты пальцем касаешься, у тебя емкость меняется, и вот экран тебя замечает. Окей, это, допустим, мы поняли, но я понимаю, что это емкостной экран. Но это что, значит, что когда я касаюсь экрана, какая-то часть электричества уходит мне в палец, меня должно током бить? Ну, так и есть. То есть, бьет, получается? Нет, получается, бьет. Вы даже не померили, какой ток это. Никто не померил, какой ток. А почему ты до сих пор это оставил своей мечтой и не реализовываешь? А потому что это дорого. То есть, сделать такую программу дорого? Ну, сделать такой фильм один, заметь, это не серия программ, это один фильм. Хорошо, но ты же можешь найти спонсоров? Нет. Почему нет? Ну, потому что поиск спонсоров – это отдельная задача. Этим надо тоже заниматься, это надо уметь делать. Спонсоры что такое? Они скажут, а мы не поймем, значит, на какую аудиторию этот фильм, а кому это будет интересно и так далее, и так далее. Ну, подожди, ты сразу уже заранее, как бы, сам себе закрыл все ходы. Смотри, у меня есть куча вещей, которыми я занимаюсь. Но эти вещи, вот я сел и уже делаю, правильно? Да. Вот я дома взял гитару, взял GoPro, у меня получился материал какой-то. А здесь, чтобы это сделать, как я хочу, мне нужно, а, найти чуваков, которые дадут мне денег, потом понять, что я им за это должен, потом понять, где мы это будем снимать, потом понять, на каком оборудовании все мне нужен кто-то, кто бы со мной за это впрягся. Давай я тебе найду спонсоров. Ну, во-первых, надо понять, сколько это стоит, я даже этого не знаю. Ну, давай мы сделаем расчет. Хорошо, давай попробуем. Я тебе говорю, что это полезная история. Ты сам говорил в каком-то интервью про Галилео, почему он популярен был. Да? Потому что это на все времена. То есть, по сути, если рекламодатель приносил тогда деньги, да, там, рекламировал, не знаю, свои, там, что угодно, там, шины, покрышки, что угодно, это будет актуально и через 10, и через 15 лет это будет смотреть. Почему ты не работала в финансовом отделе СТС в 1900, точнее, в 2006 году? Хрен его знает, меня не брали. Ну да, вот ты бы тогда объяснила людям, которые давали денег на Галилео, точнее, не давали денег на Галилео, что это будет вечно. Никто туда не верил тогда, и сейчас вряд ли кто поймет. Ну, давай попробуем, ладно. Ну, подожди, ну смотри, у тебя сейчас, если зайти на тот же аккаунт Галилео, там, по-моему, 2 или 3 миллиона подписчиков на самом аккаунте, и миллионы просмотров, то есть там… Полмиллиарда. Ну, это всего, да, на канале просмотров? А я говорю, каждый ролик там миллионы собирают. Нет, нет, не каждый. Ну, хорошо, какие-то больше, какие-то меньше, тем не менее, это все равно большие цифры. Поэтому это значит, что есть просто… Пойдемте подбор, по-моему, сюда, но я уже что-то начинаю сомневаться. То есть ты сомневаешься, что мы пришли к твоему дому, в котором я тогда жил. Я просто не совсем понял, не совсем помню, где он находится. Это этот двор, это этот дом, и вот в последнем подъезде перед аркой, последний этаж… Так мы тут все-таки, все правильно ты нас идешь. Все, мы пришли, да, вот здесь мы жили. Друзья, ну что, здесь жил Саша Пушной, да переехал. Здесь на самом деле произошло… Вот тот момент, когда начали взрывать дома в Москве в 99-м году, мы как раз здесь жили, и было реально страшно. Вот это я прям запомнил. То есть ты приходишь домой, ты ложишься спать, и ты не знаешь, ты проснешься или нет. И мы тогда… А так как мы были тут, по сути, на нелегальном положении, нам сдавали квартиру, причем непонятно, кто там толоконников отдавал кому-то деньги за нее, но мы даже и хозяйку не видели. Мы были, собственно, как объект тревоги, потому что ну и кто-то такие… И мы сами боялись этого, что нас могут загрести, что мы тут вообще нелегально живем, и мы сами боялись, что нас взорвут. И поэтому мы когда увидели, что люди ходят, что-то ковыряются в подвалах, мы прямо там выдохнули, что хоть кто-то чем-то занимается и следить за этим. Поэтому здесь вот это прям началось, потом, соответственно, когда я переехал, это уже был второй… Нет, оба взрыва было здесь, когда мы здесь жили. Один взрыв был, соответственно, там на востоке, потом еще один был. Мы переехали уже на Нагорную, то есть на Вперово, там было уже попроще, уже с этим делом вопрос решился. Замка точно не было, этого хода замка не было. Ну, была какая-то последняя квартира. Какой этаж? Ну, последняя, я помню, что он последний, но он не седьмой нифига. А, седьмой подъезд номер семь, четвертый этаж. Вот эти где-то окна. Я думаю, что хозяйка этой квартиры, скорее всего, ее уже продала, потому что было в убитейшем состоянии, то есть это был такой, знаешь, липкий линолеум, его никогда не мыли. Это вот это вот, когда ты в душе стоишь, и у тебя здесь такая газовая колонка, ты открываешь душ, и догорается, и ждешь пока она нагреется эта вода, потому что она должна протечь там вот это все. То есть газовая колонка в душе, газ на кухне и в убитом состоянии все. Я спал вот на таком матрасе, по-моему, со мной в матрасе еще кто-то спал внутри, но я с ним не договорился. А девочек водили? Не, нам некогда было водить девочек. Мы работали, мы работали, понимаете, мы хотели… Я не понимаю, зачем я здесь жил и работал. Хатный, ну, великохатный мой товарищ хотел как бы накопить и квартиру купить, а в итоге у него это не получилось. К счастью, для себя уехал, ему это не понравилось. Толоконников тоже где-то сейчас живет в Новосибирске, но он потом долго жил где-то еще у себя тут по друзьям, потом они работали с Васей на других каких-то проектах. Это… То есть ты из компании? Чтобы водить девочек, понимаешь, это надо, вот как мне казалось, надо жить вот так, знаешь, то есть у тебя такой кайф, ты расслабленный, у тебя есть машина, желательно какой-нибудь бледовоз без крыши такой, ну, чтобы классный, да, там вот такой красный, только не хендай здесь на Ламборджини, да, у тебя собственная квартира, собственная дача, ты живешь один, и тогда и девчонки могут быть, а когда ты вот такой зашуганный, в этой Москве, дома взрывают, менты тебя ловят, ага, что девочек водить, чтобы им плакаться в жилетку, что ли? Нет. Потом, когда жена приехала, мы уже как-то так собрались вместе, и помню, что у нас было первое ощущение, что мы все-таки здесь зацепились, когда мы купили в магазине вот такой вот телевизор с кассетой, можно было смотреть какие-нибудь фильмы, вот такой вот маленький телевизор и фотоаппарат пленочный, и было ощущение, что мы что-то в Москве впервые купили, ну, в смысле, не положили деньги на телефон и не печеночные палочки, это было вау, и мы такие с телевизором пришли домой, и мы поняли, что когда мы будем с этой квартиры уезжать, мы этот телевизор можем с собой забрать, понимаешь, это круто, то есть ты что-то можешь забрать с собой, кроме трусишек своих. Расскажи мне немного о своем детстве, оно было счастливым? Да. Я вырос в хорошей семье, в академгородке, в городке, где, собственно, там куча была интеллигенции, очень были лояльные законы у нас, то есть внутри союза это был прям анклав такой, можно было практически все, вот. Папа был ученый, мама была тоже, ну, не очень ученой, конечно, она так занималась, там где-то в отделе, в плановом отделе Института геологии и геофизики она сидела, но она больше занималась семьей, соответственно, и мной, в частности. Вот, я поздний ребенок, поэтому я родился, маме было 40 лет, и она мной, собственно, и занималась все время. Отец мной совсем не занимался, он занимался наукой, всю жизнь занимался наукой, был счастлив, но все равно у нас была очень хорошая семья, и я, в общем, был счастливым ребенком. Понятно, что мы не были богатой семьей, хотя отец хорошо зарабатывал, но так как в Союзе ничего не можно не купить, то вот о этих гитарах, которые я, собственно, мечтал всю жизнь, и хотел таких же, их не было, и поэтому когда-то мама сказала, что вот есть там какой-то дядька, который продает гитару, точнее, я сказал, что есть дядька продает гитару, 200 рублей, мама сказала, это дорого, хотя могла бы себе позволить, но вот я ее не убедил, и вот с тех пор эту гитару, она где-то здесь у меня до сих пор висит, и я пытаюсь ее купить уже на примере своих сегодняшних гитар. Ну а так закончил школу. У тебя мама привела тебя в музыкальную школу? Мама привела меня в музыкальную школу, ей какая-то женщина сказала, что у меня есть слух, она решила это использовать, привела, с женской силой меня запихнула, значит, в эту музыкальную школу, я ходил, мучился, потому что я был там одиннадцатый мальчик среди девочек в классе, эти вот старухи-десятиклассницы, как мне казалось, я пятиклассник, они меня что-то там дразнили все время. И я закончил музыкальную школу, и уже параллельно с этим я стал понимать, куда это использовать, и так ее как-то случайно закончил на тройке-четверке, но эти девочки, которых я потом встречал, уже видно было, что они, собственно, с тех пор не играли ничего, а я только как раз начал все играть после окончания музыкалки. Пошел во вкус. Да, и мама мне всегда говорила, это будет, может быть, если это что, будет твой хлеб, как ты не понимаешь, но моим хлебом это не стало, но моим ключиком к многим моим вещам, которые есть сегодня, это стало. То есть я же и в СП пришел, как человек, который фонограммы делает, и в Москву я приехал, как человек, который фонограммы делает, и в КВН я пришел, как человек, который фонограммы делает. У тебя есть сестра? Да. Ты говорил, что у тебя сестра инвалид? Да. А что с сестрой произошло? В 2008 году у нее отказали ноги, И так мы до сих пор не понимаем То есть она говорит, что у нее рассеянный склероз Но об этом Говорит частично и показатели Какие-то МРТ Но там не совсем Все сошлись на том, что это рассеянный склероз Это возможно какой-то энцефалоэмилит Ну в общем К счастью это ударило по ногам А не по центральной нервной системе Иначе просто человек становится овощем Но она Она живет на моем обеспечении финансовом И мы пытаемся ее лечить как-то Но ее никак невозможно лечить То есть она сама все знает про себя Мы ее не можем запихнуть ни в какую МРТ, потому что у нее клаустрофобия Я говорю, ну так, Марин Для этого надо знать просто диагноз Ну вот она сама какими-то лекарствами себя поддерживает В общем нам сказали, что так как у нее Вот так вот это волнами идет Что скорее всего это не похоже на Рассеянный склероз, потому что у рассеянного склероза Нет улучшений вообще Там только вниз, там только остановить можно Но ситуация такая, что у нее были Там ухудшение, она вообще лежала в лежку Ничего не могла пошевелить Потом сейчас она вот в таком полусидячем состоянии То есть у нее кресло У нее сиделка У нее, я ей купил какой-то там тренажер такой Который пассивный То есть ты ноги складываешь И тебе ноги двигает сам тренажер Ну ты там что-то поддобавляешь Ну в общем, ну не весело, конечно А еще в этом году она заболела короной В начале года Я вообще был в шоке Как там, что? Но Марина, к счастью, переболела в легкой форме А потом очень смешно мне рассказывала Что я знаю, что нужно делать Надо дышать над водкой Я говорю, все, сука, в мире Врачи сбиваются с ног Не могут найти рецепт Только Марина в Киеве обнаружила Что надо дышать над водкой И это помогает сразу Я видела твоего сына в инстаграме Он тоже, видимо, поклонник той же музыки Того же репертуара, что и ты Потому что я видела, что он и на Металлике был На концерте И в целом что-то он выкладывает Ну, то есть это твое влияние Или ему самому? Это тоже не зависит от ребенка Ну, то есть у меня средний Самый попсовик вообще из всех попсовиков А, да? То есть он слушает все, что сейчас в чартерах Он говорит слово кринж Он лол говорит Он говорит на своем вот этом языке Мне непонятном И я ничего для этого не делал А старший, я тоже ничего для этого не делал Он слушает ACDC, Queen, Metallica Он вот И он все время одевается Он считает, что Он говорит Мне очень нравится ходить В развязанном таком вот формате В тройке Ну, только в жилетке Я говорю То есть в жилетке, когда он без пиджака Он считает, что это развязанный формат Ну, а ты строгий отец вообще? Кто у вас имеет добрый полицейский? Я добрый полицейский Я добрый полицейский Причем беспринципный полицейский То есть я могу Еще раз Я уже про это рассказывал Но у меня по форме все жестко А по содержанию слабо А должно быть наоборот У моей жены как раз наоборот У меня по форме очень мягкое Ты не сделал домашнее задание Ты не ляжешь спать И ребенок в три часа ночи Мама А папа Так, ну-ка, быстро все А можно? Можно не делать Ты очень редко рассказываешь Про свою супругу И очень смешной один эпизод Я посмотрела тоже У тебя было какое-то интервью Когда вы хотели дать интервью Караван истории Но в итоге с вами пообщались И вам сказали, что ребята Позвонили и сказали У нас материал не выйдет Мы говорим, почему? Мне интересно Ничего не происходит в вашей семье Мы три часа, они говорили Со мной, с женой Больше 20 лет вместе Вообще это один из, мне кажется Самых крепких союзов Ну, кроме Шатса, понятно С Лазаревой И там еще есть парочка Это нормально Нет, на телеке И вообще в медиа Среде и бизнесе Шоу-бизнесе и так далее Очень редко, когда Такие бывают крепкие союзы Нет, просто все Все некрепкие союзы Тебе объясню Это называется ошибка выжившего Все некрепкие союзы Попадают в медиа Потому что они Ответ Некрепкие союзы Просто про всех ребят Типа нас Никто не снимает Потому что скучно Кстати, год назад писали Про то, что якобы От тебя уходит супруга Потому что Ей не нравится Твоя материальная положение Я думаю, что Этого пиарщика уволили В этот же день И сказали Слушай, ну что ты Кого ты нашел вообще? Кого ты вообще нашел? Это что за ерунда? О нем И он никому не интересен Как ты не старайся Вывернуть вообще это Хоть под каким-то углом Слушай, ну есть же люди Которые Я не знаю У меня единственный был случай Когда я попал на обложку Желтого журнала Просто по заказу Потому что я озвучивал Мультик Там все озвучивали Значит, это мультик Детмамбетова был Назывался он Девять Там были эти персонажи Я был персонажем Номер шесть Такой какой-то Испуганный С большими глазами Что-то я вот так говорил Там была фраза Немного Я там за полсмены Все сделал И мне сказали Нужно дать интервью Это входит в контракт Я говорю Ну давайте И они говорят Будет этот МК Бульвар Я говорю Бля Вы что? Это же желтуха Они говорят Ну Что толку тебе давать интервью В каком-нибудь там DVD Журнале Который читает Два человека Редактор И главный редактор Вот А давай мы лучше Дадим Ну Нам же нужна популярность Чтобы об этом Мультфильме все узнали Поэтому мы договорились С этим МК Бульваром Что это будет не просто Интервью с тобой Это будет обложка У тебя Ебальник будет На весь этот самый Будет На весь титульный лист Типа Ты приготовься Я говорю Ну ладно А я думаю Если это МК Бульвар Значит они точно Напишут какую-то Ссанину Думаю Блин Я приготовлюсь Я прям пришел И они говорят Они такие тоже Нашли такую девочку Значит с виду Приличная такая Вроде там Я смотрю Мне вроде Здравствуйте Александр Как у вас Это самое Ну хотя бы не Алексей Уже приятно Поговорили Поговорили У нас некие какие-то роли Вы Человек Берущее интервью Я человек Дающий интервью И вообще Такая в принципе Говорю и фразу Контролируемая шизофрения Это нормально Хотя я знаю Что в принципе Я вот этим Ну как и все нормальные люди Этой шизофрения Немножко болен И дальше опять Бла-бла-бла Там как вы Ой ну расскажите Расскажите Как вы озвучивали Она меня спрашивает Так что-то в телефоне сидит Я там рассказываю Как я озвучил Выходит А Как я узнал О том что это вышло Мне родственники Начинают писать Саша Что случилось Блять И присылают мне обложку Там значит Мои так грустные Такую значит Ебальцы Они поймали фазу Они же Ну фотографы понимают Да то есть Фотографируешь человека Можно поймать веселое настроение Можно смотреть Когда человек красивый А можно смотреть Такую полуфазу Когда такой Ну просто Ну все И дальше Кавычки открываются И написано Александр Пушной Я знаю Что я болен Кавычка закрывается И вот с такой рожей Значит там МК бульвар А потом люди открывают И там оказывается Да бля Он в мультике Оказывается Что-то озвучил Неинтересно И выбрасывают в мусор Вот И я говорю Вы хоть читали Они говорят Да не мы не читали Мы испугались Там мы видели Просто на развороте Прям написано И что-то с тобой Там не так Я говорю Вот Ну вот история Поэтому это просто Бизнес такой Понимаешь Когда ты Человек Который резонирует В этом Да Например Не знаю Есть у нас куча персонажей Которые сами этого хотят И они этим резонируют И только они попадают В желтую прессу Это тут же покупается Покупается Обсуждается Там Приходишь к Малахову Там И все И ааа Класс А есть люди Которые С которыми не резонируют Со мной не резонируют То есть Я один раз был назначен Собственно Вот так это прошло И то они Бедные там Наверное Переживали о том Что не все покупают Потому что Все говорят Это кто Почему это он болен Так В чем секрет Крепкого брака Не знаю Если бы Если бы знали люди Наверное Они бы давно Друг друг друга Поделились бы этим знанием В твоем случае Мы очень много Мы очень много Вместе пережили У нас Нас скрепляют То что мы вместе Так долго Это круто Мы приехали в Москву У нас Ничего не было Мы жили там На 50 долларов В месяц Мы похоронили Я своих родителей Она своих родителей Мы Как-то Это нас очень сильно Сплотило Когда это Конечно Тяжелый момент Когда ты так Ну ты взрослеешь сразу То есть Бах И ты стал взрослый Вот именно в этот момент Потому что Когда человек К 55 И у него мама с папой живы Он еще Он еще не взрослый Хотя он может там Занимать какие-то должности Быть начальником Вот Ну вот это вот Все не знаю Я не знаю Я думаю Что любой совет Он глупый В данном случае Потому что Все же как бы думают Что это какой-то закон А законов Кроме физических Нет никаких других Все что в социальной Среде происходит Это все частные случаи И только частные случаи Вот А сейчас еще Новая история С этим коронавирусом Оказалось Что сам по себе Вирус Настолько индивидуально Влияет на организм Человека Что так же Индивидуально Влияет и прививка Один привился У него там Токлеточный иммунитет Такой Что он никогда не заболеет Другой привился У него вообще нет Антител А третий привился И заболел После этого А четвертый Еще хуже Ну то есть Вот Индивидуальность Оказывается очень важна Даже в таких Казалось бы вещах Как ну Общий какой-то вирус С одинаковым РНК Да Вот в разный организм Попадает и по разному Силе ведет И социалка то же самое То есть Никаких нет законов К счастью Наверное Чтобы об этом говорить Я зашла к тебе в инстаграм У меня одни призатые 45-летние дядь Подожди Я зашла к тебе в инстаграм Посмотрела на кого ты подписан И там огромное количество Девушек На которых ты подписан Ну так это просто Тетки с сиськами И все Ну да Ну она тебе не предъявляет Что ты подписалась Ну я же как этот самый Я же как Я иногда показываю Она мне говорит Это не настоящий Как не настоящий Подожди Она мне объясняет почему Да Она мне объясняет почему Ну ты знаешь Что обычно мужики же Не подписываются Ну как бы Обычно они просто смотрят Но не подписываются А у тебя прям В подписках А как я буду тогда Наблюдать за происходящим Отдельно Заходить Нет Просто ну я же Как этот самый Как это называется Как искусствовед Ты должен исследовать Ну я мужчина Мне нравятся Женские формы Что в этом плохого Так я же не говорю Я имею ввиду Что бы так женщина Вот если бы я на мачку был подписан Я бы на месте жены Иначе забеспокоился На мальчиков ты тоже подписан Просто На барабанщиков Другого Да да Другого плана На мальчиков барабанщиков И девочек с жопами и сиськами Но нет Кстати там Меня просто в свое время поразило Я когда начал смотреть За Ну как бы Широкую популярность В инстаграме Думаю Как вот люди Что-то же делают Чтобы быть популярными И вдруг я выяснил Что Ты можешь просто иметь жопу Да Конечно Ты можешь просто Вырастить жопу Причем именно вырастить То есть ты не то Что там занимался Ты просто жрешь Ну только ты должен быть А Женщиной Не знаю Насчет этого А вдруг ставишь неравномерно Оно потечет В инстаграме В фотошоп Можно все сделать Короче говоря Я просто поразился Я открыл просто Какой-то инстаграм Какой-то девахи И у нее жопа Жопа То есть было Я почему это поразился Потому что там Видео было такое Жопа Она вот такие Что-то двигает Типа как бы Разговаривает Жопой Ну естественно То есть ничего не понятно Что она говорит Но вот она двигает Жопой И я тут Ну что Человек снял Свою жопу Три миллиона Просмотров И триста тысяч лайков Ну подожди Ну ты же залип на это Так значит работает Нет Ну там мой один просмотр есть Ну вот я про это Там пять тысяч комментариев И это просто жопа Это жопа Которая просто ничего не делает Она просто так переминается С стороны в сторону Я подумал Блять Контент сука Значит вам надо Да Вам надо что-то интересное Да Вам надо какую-то нейросеть Да Вам надо чтобы был Видео какое-то Понятное Жопу надо просто Вырастить И снимать ее И жопа А вот там у нее же были У этой же бабы Были другие виды Где она там видимо Какие-то интеграшки И она там что-то пьет Какие-то соки И там нет вообще Просмотров То есть ее лицо С соками вообще никого Не интересует Жопа у нее Кормилица Во всех смыслах этого слова Я подумал Ну вот это все конечно То есть как с этим жить дальше Я не знаю Я потом понял Ну ладно Может это знаешь Ну бывает что Ну феномен Да А потом мне рассказали Самый популярный человек В инстаграме Кто? Самый популярный Ким Кардашин Подожди Она не самая Больше чем у нее Человек жопа Подожди Самый популярный Человек жопа Поверь мне Не надолго Кими да Ну люди любят смотреть На жопу Что ты хочешь Ты знаешь Ты же даже смотришь У тебя Я смотрю Да Да Поэтому что-то удивляешься Я поражаюсь Что Ну то есть Меня просто Я кайфую От удовольствия Что вот люди могут Просто вот Выкладывать жопу Быть популярным А что ты в жизни сделал Я вырастила жопу Ну и слежу за ней Чтобы она не сильно Разваливалась Хотя там есть вариант Когда ну прям видно Что ну даже не следят за ней И все равно набирают Свои миллиарды А потом она между жопой Себе засунет Какую-нибудь бутылку Скажет Интеграция Все скажут Оооо Ааа Интеграция Ну так это жопа Интеграцию делает А не ты Понимаешь Они вот Поэтому они страхуют Свои жопы Потому что у них В другом смысле Ничего нет Она может Ей могут Выстрелить с головы В голову Там мозг вышибло И пофиг Ей не нужно Она ей не пользуется Она просто должна Жопу снимать свою И все И продолжать набирать Подписчиков У нее жопа Подписчики набирают Я вот Нет Вот в этот момент Я завидую женщину Очень завидую Если бы я был женщиной Да я бы никогда В жизни не стал Ничем заниматься Вообще Ну подожди Саша У тебя есть тоже Твой инстаграм Ты на нем Нифига не зарабатываешь Тебе предлагают Ты сам говоришь Я отказываюсь Ну как бы Тогда бессмысленно Даже если была жопа Мне кажется Ты бы ей не пользовался Женской пользовался бы А во-вторых Если бы я был женщиной Я бы конечно Ни минуты не раздумывал Вообще Ни минуты не раздумывал Развита же там целая Ну градация этого То есть Как-то сейчас Черт не знает То ли мир пошел такой То есть она может быть Не знаю Ну короче Там у них есть Какие-то всех этих Вот этих Жопы инстаграмщиц У них есть там В описании Ссылочка такая Типа Если ты хочешь Посмотреть нечто большее А да сейчас Какое-то приложение появилось Я же не захожу Я там деньги Не-не-не Ну это я не могу Нет Мне это и так Не надо Не хочу Ну то есть К тому что в принципе Я почему тебе говорю Что есть ощущение Что они просто живут За счет этого Финансово Неплохо Когда тебе Жопа зарабатывает Пять тысяч долларов В месяц Ну это Как бы Мне кажется Еще мало Мне кажется Больше зарабатывает Конечно Да ну пошло Зачем эти все песни петь Какие-то опыты делать Ты о чем-нибудь Жалеешь? Ну конечно О чем-то жалею Да О чем? Ну что язык не выучил Очевидно Да Вот я говорил об этом Мог бы Сейчас не получается Незачем Негде применить Ну уже и тяжело идет Что же нейронная гибкость Не та в голове Поэтому Ну жалею Конечно Ну раз Ну что Что два Ну наверное Многие вещи На многие вещи Можно было бы легче смотреть Жалею Что родителей Когда перевез Не стал сразу резко Прям вот лечить Насильно Как надо было делать А я почему-то понадеялся Ну они же родители Они же с нами Они же понимают Я им предлагаю Они говорят Нет не надо Саша Спасибо Я говорю Ну мам Надо Нет не надо Все хорошо Перестань Я знаю Что я делаю Хорошо Ну ты же мама Ну это те вещи Которые все проходят Рано или поздно И каждый раз Кто их проходит Потом он думает Ай надо было Сделать по-другому И никогда Никто не говорит Я сделал все что мог Все было прекрасно Всегда есть вот этот вот Жучок Который тебя точит Ты не все сделал Ты не все сделал Ты мог Ты видел Ты должен был Как-то помочь И так далее Ну и все Ну вот такое вот Да пожалуй Больше ни о чем Чего ты боишься Я боюсь Немощности Такой прямо Когда человек Сознает Что с ним все Но он соснает Я боюсь Еще больше Такой же немощности У Не дай бог У моих родственников Ну я имею ввиду Детей Там жены Когда ты здоровый Ты видишь Что они ничего не могут сделать И ты ничего не можешь сделать Это самое страшное Да и все остальное Пухер Что такое любовь Взаимопонимание Взаимо Ну это Это жизнь Это совместная жизнь Во всех смыслах этого слова И тяжелая И красивая И хорошая И веселая И это вот Есть Понимаешь Есть люди близкие Есть люди Любимые А есть люди Родные Вот Когда ты перестаешь Быть любимым И становишься родным Вот все Ты уже не можешь Разорваться Потому что Потому что Вот это вот Любовь Вот сердце Разрывается Мы бежим Мы друг друг Мы не видим Вокруг ничего Это все херня Это проходит А вот родные люди Они родные навсегда Любимые Это промежуточный этап Это должно Перейти в родные Если из любимых В родные не переходит То это может разорваться В любом районе Я зашла к тебе на ЖЖ И там нашла Вот такой вот пост Первое Я посидел в жюри Высшей лиги КВН Второе Потерял после этого Цель в жизни Третье Сняли с Шацем Лазарева Шесть программ Хэше Есть еще юмор В юморовницах Четвертое Вышел в эфир Девятисотый Оригинальный выпуск Галилео Появились седые морщины Кое-где Пятое Окончательно перешел На протулс И китайские лекарства Шестое Офигел от бочарика Он пробежал 42 километра В поисках себя Седьмое После всего этого Я наконец написал Песню про любовь Сейчас ее записываю Ждите Какой бы ты Сейчас сделал Такой небольшой итог Промежуточный А я бы просто Переписал это все Один в один И все Не-не-не Ну слушай Я выпустил Альбом каверов Вы скачали уже? Скачали? Молодцы Значит я Достиг миллион Подписчиков в ютюбе Ну это из всего того Что называется Вот это вот Брызги медийные А так в целом У меня семья У меня классные дети У меня Опять же Ну опять возвращаемся К банальностям Есть на это силы средств Вот А все остальное Что касается медийных брызг Ну у меня пока все устраивает Ну у меня есть проекты Интересные В которые мне А люди нуждаются во мне Я нуждаюсь в этих проектах И мне в них реально интересно Мне кажется Это вообще самое страшное И ужасное в жизни Потерять интерес к жизни Потому что Когда ты теряешь Интерес к жизни Это начало смерти Причем такое Ну практически Уже безвозвратное И поэтому То что мы сегодня называем Там Мы про это говорили Да Там удовольствие в жизни Надо получать Надо научиться Интересоваться Любить То что ты делаешь Если это Ты начинаешь чувствовать Что тебе становится Неинтересно И тогда Ни деньги не спасают Ни власть не спасают Я и не обладал Никогда Но думаю Что это так Ничего не спасает Сколько мы таких Примеров видели Поэтому Вот Одно пожелание Чтобы все-таки Человек нашел В своей жизни Что-то Что его прет И на примере Моего любимого Друга Михаила Шацца Это прямо вот видно Вот чувак Жил-жил-жил Что-то как-то ему Грустненько было Нашел себя в стендапе И Шмальнул Сразу А у меня К счастью Эта рукоятка Всегда с собой Называется Она музыка То есть Вот у меня Этот ютуб канал Он мне ничего Как бы не приносит Он одни расходы Но без него Моя жизнь была Совершенно неинтересна А мне вот там Интересно Там классно Поэтому чуть-чуть Там посидев Получив удовольствие Можно побегать И на интервью сходить Я кстати Обратила внимание Что канал Пятница Сделала Какую-то премию Свою собственную И там значит Ты был в номинантах Вместе с Лолитой Меня Милявской В номинации Камбэк года И собственно Победил в этой номинации То есть Между тобой И Лолитой Выбрали тебя Я тебе об этом Наверное сейчас сообщаю Я не в курсе Не ну Пятница умеет Пиарить своих ведущих Молодцы Они же не сделали Это Не сравнили меня С кем-то другим Они Ну Пятница Ребят Все хорошо Единственное Что чуть-чуть бы поглубже Понимаете Вот туда Полезть бы Чуть-чуть бы поглубже В технологии Не такой журнальчик Делать Из набора Сейчас делаем Но это бесполезно У них есть свое представление О том Как это надо делать И там Так все быстро и нарезано И так все динамично Как им кажется Что чуть-чуть не хватает Содержания В каждой из этой номинации Ну Это Возвращаемся к тому Может быть Ты когда-нибудь Дойдешь все-таки До того Чтобы делать что-то подобное У себя все-таки На канале Слушай Я столько времени Трачу на ваше интервью Блин Я целый день сегодня С вами Бла-бла-бла Какие еще проекты с вами Вообще невозможно Просто Мы встретились Три часа На самом деле Восемь часов вечера Я думал Мы походим Поговорим полтора часа И все Ну это же невозможно Бла-бла-бла-бла-бла-бла А как ты в детстве А как ты нам интересен Саш Ты понимаешь Что ты очень интересен Все думают Сидят тебе говорят В ухо Ну может быть Нарежем на час Может быть На час Нарежем А ты куда пошел Я тебя не отпустила У меня еще дочь Впереди А ты куда пошел Я тебе Сиди Ну что Все Мы тебя отпустим Ты не смотрю На ручку Хочешь уходить Ну все Я уже рассказал Я даже сказал Уже того чего не было В смысле Шутка Ребят Вам хватило Или у вас были вопросы У тебя что-то был вопрос Какой-то Ты хочешь Он уже испугался Пусть пиздует На хуй На самом деле На самом деле Было очень интересно Спасибо тебе большое Большое не за что Задите еще Когда я выпущу второй альбом С каверами Это будет ровно через 30 лет Я приду Почему Через 30 лет Только денег нужно накопить Да мы пошли Они в жопу Губин Ответь пожалуйста Андрей Я обожаю тебя Ты самый лучший в мире композитор Нужно твое согласие На песню Нач Что странная свобода Тебе пришлет с ПМИ Ну пожалуйста Ну выйди на связь Ну я тебя очень прошу Где ты находишься Пожалуйста Позвони в ПМИ Ответь им на письмо Не знаю Выйди на связь Ну не выйдет все равно